проверочка 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 всем привет рассказывайте как все сейчас раскидаем ссылочки посмотрим кто первый того и тапочки как говорится сейчас раскидаем раскидаем ссылочку важный важный стрим как говорится осмысляем новую этику здорово друзья пишите как вы как меня слышно как меня видно и все тому подобное друзья мои рассказывайте как ваш вечер большой привет всем модераторам модератор к патронам патронка донатером донатерка и уважаемым людям вне всего хорошо ли меня слышно видно ли меня хорошо сейчас раскидаем ссылочку сейчас все объясню все объясню друзья важный стрим маньяк собчак левак начался заходи сейчас все расскажем все покажем пока надо проверить как донатик работает или нет везде везде ссылочку известную я сегодня в терновом венце потому что тема сложная тема сложная когда конец вот только что начало вот так вот сейчас мы будем мы будем как 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 все дела как все нормально ли не видно ли не подвисаю ли не подвисаю ли почему-то youtube пишет нет данных а все ли нормально напишите мне пожалуйста все ли хорошо качество соединения отлично не подлагивает ли как интернетик скажите мне пожалуйста когда спать идти когда стрим закончится стрим думаю как всегда все нормально ну все спасибо то знаете youtube прекрасных людей вас и меня пытается оградить от прекрасного поэтому бывает что что-то странно ну знаете да знаете все было вот кто был на моем онлайн концерте тот знает что были дикие проблемы с ютубом да были дикие проблемы и три раза перезапускали стрим скажем так онлайн концерта были проблемы ну и большое спасибо всем кто выдержал мои патроны и патронки выдержали это и сделали хорошо на кайф патронам привет глебсон первый донатик большой респектик сейчас все расскажу стрим опасный начался и и в твиттерок еще надо запустить да тут и таро говорят надо с фоточкой всегда постить вот так вот такое лицо сделал знаете как будто страдаю реально лицо как будто смотри какую картинку сделали то что в твиттере запустите это просто ужасно посмотрите пожалуйста это просто ужасно вы не видите я просто страдаю это ужасно вот смотрите кто придет к этому человеку на стрим это я вот всегда когда себя фотою это просто происходит как будто бы смешно реально забыл за проезд передать гребсон респект большой второй донатик спасибо большое ну-ка надо попытаться улыбнуться все равно как дурак получился смотрите картинку все равно как дурак получился внутри смотри это просто не получил она выглядит типа нормально самом деле как дурак просто как дурак реально я не буду выкладывать твиттер картинку ладно я буду выкладывать твиттер картинку друзья всем кому школу не идите завтра в школу я вам разрешаю не идти Сейчас, ужасную вот эту картинку я все равно запощу, ладно, хрен с ним, хрен с ним, на вытянутую руку, да, правильно, надо фотать на вытянутую руку, так иначе геометрия лица просто уничтожается, уничтожается. Что могу сказать? Смотрите, я сегодня в красном, потому что тема странная, тема страшная, кровавая, да, нужно не снизу, а сверху фотать. Дальше что могу сказать? Уже, мне кажется, я проебал хайп того, что мы будем сейчас смотреть, уже не в трендах. Реально два дня хватило обществу нашему российскому, чтобы обсудить эту животрепещущую, и уже новый хайп, уже новый хайп, запрещают что-то новое, Путин вакцинировался, перебили, короче, и Путину обнулили сроки официально, короче, и так далее. Говорю, всем насрать, но мы все равно посмотрим, большая этическая проблема возникает, можно ли брать интервью у бывших маньяков, скажем так. Так, вот кто тут говорит плохие вещи, тот будет исключен, я всегда, у меня долгий, долгий вход, долгий вход, как сказать, порог вхождения, мой порог вхождения, он долгий. Ни хрена себе ёбнула. Распечатание стримов на этой неделе, вот стрим вот сейчас, 20.00, стрим, стрим в 20.00, он уже начался. Дальше. В пятницу, Верзус, между участниками группы Антихайп, распадающейся, Слава КПСС против Хана Замая, мы будем сражаться своими хитами, кто круче сделал музыку и каталог у кого круче музыки за всю карьеру, мы будем с хитами сражаться, исполнять в прямом эфире и дособирать полоску на логику Антихайпа. Я думаю, Верзус в пятницу начнется в 19.30. Вот так вот. Стрим будет длиться до окончания кайфа. Друзья, оставайтесь с нами максимально долго, не планируйте следующий день, мы сегодня будем круто. Фотки с автограф-сессии будут. Что могу сказать? Я сегодня в терновом винце, потому что тема сложная, тема непонятная. И что я могу сказать для этого? Конечно же, топовый донатер, в данный момент Глебсон, 100 рублей, в конце получит топовую книгу. Эта книга расскажет вам о том, как посадить что-то нехорошее. Например, маньяка. Как посадить маньяка? Ну, никаких больше, никаких больше подробностей. Подробности вы все узнаете сами. И есть дополнение. Есть дополнение. Очень красиво сегодня на стриме. Всем хорошего вечера, меньше чем три. Меньше чем три. Хаор, спасибо большое. И что я могу еще сказать? Топовый донатер, вдобавок к этому, получит вот этот терновый венок. Венец, в котором я снимался, в клипе «Одинокое пламя». Топовый донатер, готовь шейх-мани или не шейх-мани, но топовый донатер и получит еще. К тому же, вот это вот то, что режет и кровь течет в глаза. Вот так вот. Выражаем уважение и так далее. Что я вам хочу сказать? Сегодня даже самце похоронило. Утром в Инстаграме самце похоронило имел дискуссию по поводу того, что... Вот он считает, что зря Ксению Собчак осуждают за интервью с маньяком, вышедшим из тюрьмы. Скажем так, эмоционально заряженное слово «маньяк». Надо говорить, что как бы антиморальный человек, который держал в рабстве людей и насиловал их. Да, вот маньяк – это не как будто из книг ужасов. Ну, возможно, это называют так маньяков. Да, вот. И он считает, что нет ничего не морального в том, что Ксения Собчак взяла интервью у этого человека. Это сразу показало, что никаким образом он не изменился. Например, и... Безумно рады внезапному стриму меньше, чем 3. Этернальдис, большое спасибо. Меньше, чем 3. Спасибо большое. И, скажем так, она привлекла внимание к проблеме того, что вот человек не исправился, ничего с ним, он все так же продолжает такую же людоедскую какую-то странную логику иметь. Я не видел видео, я понимаю примерно какой-то общий контекст. Вот. И это породило определенную общественную дискуссию, да. То есть это породило дискуссию. Вопрос такой, что я тоже согласен, что вещи, которые порождают общественную дискуссию, это хорошие вещи. Например, Олег Кашин считает, что вот, например, смотрите, где нет общественной дискуссии по поводу того, что морально, а что нет. Олег Кашин говорит, что общественная дискуссия о том, что хорошо, а что плохо, что морально, а что нет, нет, например, в Туркменистане, нет в КНДР, нет в тоталитарных, да, абсолютно закрытых и странах, где к людям относятся очень плохо. И вот желание прекратить любую дискуссию, например, да, то, что морально, а что нет, оно нас может привести вот к тому, да, то есть что типа вот если то-то, то когда известны все правила поведения, это вот как бы мы все ходим в строем и живем в несвободной стране. Да, то есть любая дискуссия, это хорошо и что порождает, если не наносит вред другим людям, тут вопрос такой, что наносит вред другим людям. Но это просто присказка, а сказка будет сейчас уже. Мы посмотрим, мы узнаем, а возможно в конце, если у нас останется время, я бы хотел посмотреть интервью, но оно длинное, ну посмотрим, посмотрим, как получится, как вообще тут все пойдет или не пойдет. Вот в конце можно посмотреть, вышло интервью интересное у Ирины Шихман несколько недель назад с Петром Авином, это человек, который возглавляет Альфа Групп и, например, она задает вопрос, это большой олигарх из 90-х, друг Березовского, который снял про него документальный фильм, 10-серийный, вместе с Андреем Лошаком, кстати, и выпустил книжку. Вот, и там в том числе она спрашивает про Моргенштерна, который устроился в Альфа-банк, который ходит в Альфа-групп Фридмана и Авена, вот, и, соответственно, это может быть интересно, да, посмотрим, то есть, а может быть мы посмотрим что-то, нет, а главное сейчас нашу по теме посмотрим и так далее. Короче, топовый донатер получит книжку и терновый венок, терновый венец, который венчает мою голову в данный момент. А так, друзья, дособираем на полосочку, кайфуем, расписание стримов такое, что в пятницу Верзус, будем сражаться с Славой ГПСС, я обещаю его разъебать, мои хиты, хитовее его, ну, что-то написал, ну, Солнце Мертвых, да, неплохой альбом, неплохой альбом. Ну, ежемесячные не участвуют в этой гонке за звание быть лучшим МЦ. А вот, а что еще сделал? Ну, трек Владимир Путин, да, просто бенгер, а что еще? Все, нету хитов, нету хитов у Славы нашего уважаемого, все хиты на хайп-трейне, на немимо хайпа, оверхайпе и так далее. А мои хиты великолепные, я его просто уничтожу, поэтому в пятницу тоже подсоединяйтесь, будет другого типа стрим, будет кайф, будет разъеб. Вот, и в воскресенье, наверное, тоже еще устроим стримчик, вот, и послушаем, может быть, устроим музыкальный батл какой-нибудь, вроде музыкальный батл, это прикольно, есть интересные вещи, которых можно забаттлить, можно обоссать лицо фейса, как бы это ни звучало двусмысленно. Вот, и все такое и тому подобное. Друзья, давайте осмыслять, что морально, а что нет. И вообще, в принципе, интересно ли это, интересно ли это. Вот смотрите, у меня есть такой тейк, у меня есть такой тейк. У меня есть порог, я пиздец, мол, оттанцую 740. Здравствуйте. Донатик пришел. Недавно просверненный его коллега с СИПа, который теперь царь.тв, обсуждали творчество славы. Не хотел ли вы с Вячеславом к ним заглянуть на огонек, обсудить культуру в РФ? Спасибо большое за донатик отрицательный результат работы мозга. Я видел это видео, кажется, просто оно всплывало. Ну, знаешь, заходишь на YouTube и тебе показывают, что там что-то про Замая вышло или про нашу лавочку. Не знаю, не хотел бы, наверное, не хотел бы заглядывать на чужие каналы и так далее. У меня есть свой канал, я тут царь и бог, как говорится. Никто мне слова против не скажет. Я как бы над всеми стою, давлею и над самим собой потешаюсь. Короче, вот у меня есть такой тейк, как говорил паук, можно маленькую тележку прогнать. Короче, есть у него маленькая тележка по поводу того, что, вот, например, всем понятно, тут такая Ксения Собчак, человек, которая тысячу раз переубывалась. Не будем, там, высказывать какие-то ей странные предъявы, там, морального плана. Она, там, такая-то, сякая-то, плохая или неплохая. Но есть факт того, что она тысячу раз переубывалась. Сначала говорила одно, потом другое. Там, типа, поддерживала Навального, не поддерживала, когда нужно это поддерживать. Было там, ну, вот это все-все-все тому подобное, что она, там, была спойлер кандидатам и тому подобное. Короче, типа, не респект, условный не респект Ксении Собчак, да, вот, я даже про себя могу сказать, что, там, когда она брала интервью у Славы, они, там, и она спрашивала, там, через Славу, и Слава спрашивала, ну, что ты, там, придешь, там, вот, там, хочет тоже вопросы позадавать. Я подумал, не хочу, блядь, с Ксенией, с Ксенией Собчак не хочу разговаривать. Нет какого-то тупо большого хейта, но, типа, разговаривать с ней не, не о чем, не охота, скажем так. Потому что, ну, что-то хуй знает, как-то не вижу, где мы можем пересечься. Не думаю, что она знает вообще, кто я, что я, и, в принципе, и нужно ли это. Это так, просто для просмотров, наверное, Юрию Дудю даже легче с ним разговаривать, потому что он хотя бы негативные эмоции использует и, как бы, испытывает по моему поводу, да, надеюсь, до сих пор ненавидит меня Юрий Дудь. Но, а Ксения Собчак не о чем разговаривать. Ну, и, короче, есть общественный консенсус по поводу того, что Ксения Собчак человек недостойный. Человек недостойный, вот, и все тому подобное. Плохой, плохой, плохой. Как бы, условная общественность, которая высказывает и формирует мнение, там, скажем так, как в нашем кругу интернета либерального, да, считает, что Ксения Собчак там плохая. Я думаю, что даже всякие государственники и все тому подобное тоже считают, что Ксения Собчак плохая, потому что вот она там путинская племянница, и там, блядь, как он ее крестил там, он ее, не знаю, что делал, по жопе хлопал, когда рождалась. Или нет, сколько ей лет. Вот. И, как бы, ее, понятное дело, сразу себя осуждают. Но в этом я вижу большое лицемерие. Что из себя представляет Ксения Собчак? Ксения Собчак, не думаю, что она, там, как бы, злой человек, да, злой какой-то человек, который приносит зло и хочет нам всем навредить, как, там, Владимир Соловьев, например, да, или условный злодей Киселев. Она злодей не такой. Она тысячу раз перебывается для того, чтобы на этом поймать свой профит. Условный хайп, да, она такая, она хайпожорка, и вот все, что делает ее персону заметнее и медийнее, она делает. И ей претензии вот предъявляются, что вот, то есть, по сути, как вот в моих формулировках, она является просто желтушницей. Ксения Собчак является желтушницей, она делает все, вот это, все, что, все, что угодно для того, чтобы свою шкурку тысячной раз продать, потом рекламу продать и так далее, так далее, так далее. Но, например, есть человек, с которым, которого, например, медийная тусовка, вот это все, приличные люди, не медийная тусовка, люди приличные, скажем так, в интернетах сидящие, да. А еще такой маленький нюанс. Вот когда такие вещи, как делает Сеня Собчак, происходят там на первом канале, на канале Россия, всем как бы насрать. Вот типа это там где-то там для дебилов телевизор, который происходит, и вот там все это хуевое происходит, и как бы мы туда не лезем, это там для отсталых, для стариков, для как бы провинциалов и так далее. Там вот оно и пусть происходит. А когда вот приходит это же самое все на YouTube, типа в такую среду, где как бы люди умные и приличные, хотя это такой же телевизор, по сути, тогда все начинают кричать, ах, 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 как так, вот к нам пришли, тут гадство творят. И вот самое интересное, что, например, вот она, являясь желтушницей, на себя вызывает просто огонь со всех батареек, да. Но когда вот выпускает другой желтушник, Юрий Дудь, практически тоже такие же вещи, ну да, с маньяком не делать интервью, но Юрий Дудь, желтушник другого плана, он, например, задает вопросы про член, про то, как, кто сколько зарабатывает, там чуть ли никто как любит, в каких позах трахаться и так далее, и так далее, тоже человек, не идущий там до чего-то там вроде как запретного, но тоже являющийся, по сути, таким же желтушником, делающий, и он, как и Ксения Собчак, он говорит, что я задаю те вопросы, которые не задает никто, понимаете? Он говорит, я задаю те вопросы, которые не задает никто, вот все стесняются спросить у кого-то там про длину члена, про то, как то, как любит трахаться, там, и употребляет ли наркотики, там, или еще не знаю, что нюхает женское белье. Он говорит, что я задаю те вопросы, которые никто не задает и боится задать, и в этом его журналистская смелость. Ксения Собчак делает то же самое, она задает вопросы, которые вроде как другим людям кажутся не моральными, как так можно разговаривать с маньяком, но она как бы делает это с другой грани, да, и Юрий Дудь, и Ксения Собчак являются желтушниками. Просто кто-то больше, кто-то меньше, кто-то, скажем так, более беспринципный. Но когда выходят ролики Юрия Дудя, Юрия Дудя никто никогда не придает астракизму по поводу его вопросов, по поводу его хамского поведения, по поводу его отсутствия воспитания, в отсутствии этических любых каких-то принципов и всему тому подобное. Вот что я хотел сказать. Юрий Дудь никого не поставлял и не обманывал, да, но он является по сути просто как бы человеком, который эксплуатирует похожие вещи, тоже неприятные, нехорошие, некрасивые. То есть одни вещи, значит, у нас вызывают респект, смелость Юрия Дудь задал вопрос какой-то там очередной, там интернет был в шоке, взорвался там, когда узнал. А когда кто-то другое делает, то это значит вот плохие люди. Я, мне не нравится ни Ксения Собчак, ни Юрия Дудь, но я вижу в этом лицемерие, лицемерие публики, которая видит одно и не видит другое. Вот такой вот мой тейк. Что вы скажете? Принимаю донаты в рублях и не только. Вот так вот. Что, давайте начинать. Топовый донатер получит книгу, получит вот этот терновый венец. Давайте посмотрим, попробуем, по крайней мере, посмотреть, что случилось в нашем государстве. И есть ли что-то, что нас может спасти. Вот так вот. Интересно, что это за логотип? Это всегда у Ксении Собчак такой логотип? Это... Ладно. Без комментариев. Друзья, скажите, как вам слышно видосик? Достаточно ли? Собчак.док Так, Виктор Мохов похитил в 2000 году двух несовершеннолетних девушек, 14-17 лет, и насиловал их в подвале почти 4 года. 30 августа 2005 года суд признал Мохово виновным в совершении преступления. Похищение двух и более лиц, насиловал несовершеннолетних, приговорил его к 17 годам в колонии строгого режима. По тем временам это был максимально возможный срок по этим статьям. А у нас какие еще максимальные сроки? Есть 20 лет и пожизненное, скажем так, да? Пожизненное. Ну вот, это так. 17 лет, 2005 год получается. 16... А, ну значит, они его когда-то в 14-ом схватили, я уже учился на втором курсе, они его схватили, и как же время быстро летит, это пиздец. Давайте смотреть. Ужасно. Разговор на свободе. Смотрите, тут хочу сказать, под этим видео 78 тысяч лайков и 52 тысячи дизлайков. 3,5 миллиона почти просмотров за 2 дня. Ну, и у Ксении Собчак уже почти 2 миллиона подписчиков на канале. Скопин, Рязанская область. Россия зимой, конечно. Блядь, ну эта музыка вообще, как бы, пиздец, очень нелепая и неуместная. Пиздец. Типа, реально, ну у этих людей, которые вот это делают, то есть вне морали и так далее, всего, это другое, мы поговорим про это, у них просто нет вкуса. Это что за пиздец? Это что за Arctic Monkeys? Полицейские машины поставили. Что значит, никто в окно камень не кинул, все, что мало, может ворваться в дом. Вот они охраняют, молодцы. Реально, пидорасы этого еще и охраняют. Молодцы. Пока от зоны в себя прихожу, пив, пив. У него достаточно дорогие часы, скажем так, если они настоящие. Ну да, тут есть, что мне не нравится, это интонация, с которой это все начинается, как бы художественная интонация, это все как будто это какой-то триллер или боевичок, и вот такой монтаж, и вот эта музычка подложена, она, конечно, наводит на странные мысли. И елейный голос Собчак, который говорит, что типа «выжил на свободу». Очень добренький голос какой-то. Понятно, что очень сложно, очень сложно подобрать правильную интонацию, когда снимаешь такие фильмы. Они должны, ну я считаю, что интервью и какое-то исследование, документальные фильмы по поводу этого всего возможны. Но сложно подобрать правильную интонацию, да, правильную ноту того, как этот рассказ будет вестись. И, конечно же, Ксения Собчак и ее команда – это не самые талантливые документалисты, каким, кстати, Юрий Дудь является, не самым талантливым документалистом. И такие сразу кликбейты, такие, да, что сел при Путине, вышел при Путине и так далее. Пиздец, больше никогда не употребляем слово «по кайфу». Реально не употребляем «по кайфу». Просто, вы знаете, кто говорил, раз «по кайфу» за май, больше не употребляем, все, закрыто. Я не Вова, я Артем. Артем, спасибо большое за донатик, респект. Так вот, все убегают, журналисты там, за зону встречали, там, машина 15-го приехала. А на зоне обращали на вас внимание? Знали вашу историю? Ну, там все знают, вся сторона знает. На зоне все знали, конечно. Некто заезжает сейчас, Овайт, Мохов, а я, говорит, еще был, мне там в школу ходил, я тебя по телевизору видал, так что очень многие знают. По нашей просьбе интервью с маньяком будет комментировать Анна Кулик. Это неправильное, тоже очень много неправильных. Ну, вот почему человека называть маньяк? Он, ну, какой, это что-то сказочное. Ну, как бы это сбивается, это сразу повышает градус, и в то же время обезличивает само слово, делает его бессмысленным. Это такое, как бы, оно, как бы, ну, маньяк и маньяк. Ну, скорее, такие слова не нужно использовать, а нужно какие-то подбирать юридические, что там осужденные за, вот, там, определенные преступления, чтобы все, ну, например, насильник, да, или человек, который удерживал людей, а не вот какой-то, что знаете, маньяк. Джокер, как бы, тоже маньяк, да? Независимый эксперт и профайлер, который работает с ФСБ и следственным. Опять вот это подложено, да, такая, для нагнетания, вот это все, ну, понятно, ее, ее желание – это собрать просмотры и сделать из этого вау, художественное что-то. Это, ну, скорее всего, это никакое не исследование, а просто вот такое. Либо, тут такое, либо она в нем неморальная, либо она, ну, типа, не морально, она пытается на горячей теме собрать просмотры, либо она непрофессиональна. Вот, как бы, думайте, как бы, вопрос такой открытый, да, ну, мы его еще поймем дальше. Комитет. Картинка, которую мы видим, которые привыкли в общем представлении, что маньяк – это кто-то кровожадный, такой, кто, с которым страшно вообще находиться в одном помещении, что он сейчас бросится, накинется, ну, моха в данном случае, нет, он всегда привык быть простачком, адаптироваться под ситуацию, прикидываться ветошью, если… Ну, это, наверное, логично, я не знаю даже, кто, только могут, наверное, дети думать о том, что маньяки – это какие-то люди кровожадные и так далее, мне кажется, как и преступники, они там очень сильно мигрируют под какие-то разные вещи, иначе они бы долгое время не могли совершать свои, скажем так, злодейства. Сравнивать с остальными, ну, такими маньяками, там, ну, как Пичушкин, там, Попков ангарский, которые агрессивные, которые с какой-то идеологией своей внутренней, властью, внутренней агрессивностью совершали такие самые изуверские, страшные вещи, то Мохов здесь выглядит достаточно… Ну, так в обычной жизни они, скорее всего, ну, вели такой скрытный образ жизни. Таким скромным, простеньким, сексуально озабоченным, гидонистическим, тоже малоэмоциональным, ну, и неинтеллектуальным. Насколько я могу судить по всяким рассказам и прессе, к людям с такой статьей на зоне очень плохо относятся, то есть их либо убивают, либо опускают. Вот в зоне со мной сидело много таких. Детей насиловали и убили… Егорике. Интересно, почему она еще к спе сивцеву не съездила и не снимала выпуск? Андрей Андреевич, какую небольшую книжку можешь посоветовать на вечер? Егорике, небольшую книжку «Житие убиенных художников Александра Бреннера». А почему не съездила? Потому что… Андрей Замаевич, слышали ли вы о творчестве белорусской группы «Петля пристрастия»? Артем, спасибо большое за донатик. Я даже был на концерте группы «Петля пристрастия». Кайф. Ну, я не слушаю обычный такой даже жанр условный, но я был, я знаю. Бивали, женщины насилые бывали. Ну как, ну их загоняют в обиженные. Тут чего не хватает, нормальный документалист бы исследуя… Ну, если мы предполагаем, что документалисты исследуют реальность, он бы, я думаю, должен был дать какое-то объяснение перед, то есть причины, по которым он это делает, как он сам относится к этому человеку и так далее, и тому подобное. То есть мы должны с самого начала примерно понимать вот какие-то… И так как тема сложная, мы должны как-то… Наверное, нам нужно объяс… людям нужно объяснить о том, что автор хочет сказать. Понятно, что он может своим произведением что-то сказать, но все равно какие-то условности, наверное, должны быть произнесены. А что значит «загоняют в обиженные»? Ну, предлагают, ну, низшая категория. Выполняют самую грязную и тяжелую работу. В столовую заходишь, там отдельно столы у нас, все отдельно, посуда, моют отдельно все, накладывают все отдельно. Это с самого первого дня, вот когда вы попадаете на зону, как это происходит? Да, ну, там сразу скажете «переходи в обиженные». Это администрация распределяет? И администрации, и сами освоенные. Такие статьи вот, сексуальные преступления, «переходи в обиженные», иначе там плохо будет, все такое, ну, и переходят. Ну, то есть угрожают чем? Ну, не угрожают, говорят, что там плохо тебе будет, в общем, что-то… А это миф, что вот людей, которые сидят по этим статьям, как правило, насилуют? Бывают и насилуют. А от чего это зависит? Ну, может, от человека, не знаю. Ну, то есть к вам никто даже не подходит? Нет, ну, я просто мой возраст такой привел, кому я нужен? Угу. Респект, Андрей Андреевич. Прошу прощения за гадости, которые были на концерте в Расставе на Дону. Расставский играет, спасибо большое за донатик. Прощен. А в молодых некоторых насилы бывает. Опускают. Здесь видно… Странная логика такая, да, то есть он пожилой, значит, он… И если это правда, тогда тоже, видите, везде во всех многочисленных реальностях различных, которые у нас в стране присутствуют, мы в разных мирах живем, очень часто бывает. То есть если он пожилой, то ему и ничего не сделают, да, но только вот как бы заставят выполнять грязную работу. А если молодой, то могут как бы и опустить. Это вот как раз вскрывает какие-то внутренние даже лицемерности. Это понятно, что, скорее всего, конечно, в некоторой степени умалчивает по полной уж картине. Возможно. Но для него это прям… ну для них для всех данная тема, она прям… Музыка вот это подложим… Вообще, кстати, Дарковский говорил, что музыку подкладывать – это, ну это низкий, самый низкий ход. Потому что когда ты не справляешься простыми средствами, ну то есть вот визуальными средствами, кинематографией, драматургией, все, что происходит в кадре и так далее и тому подобное, ты всегда подкладываешь музыку. И он, конечно, Баха подкладывал, но он это делал как бы не всегда редко и в каких-то самых вещах, когда вот он хотел провести какие-то, возможно, прямые параллели между вот этим какой-то божественностью музыки и так далее. А тут музыка постоянная. То есть, вот представьте, не было бы музыки, она бы не смогла ритм держать никак, вообще никаким образом. Только вот этой дебильной нагнетающей музыкой, как будто, ты знаешь, в каком-то типа, как будто это ужастик, только дешевый, вот так вот. Страшная. Это вот, наверное, более болезненные темы. Многие из них даже готовы рассказывать про свои изуверства во все этом, общаться с психологами, со всеми специалистами, раскрывать свои внутренние мотивы. Но вот эта тема, которая касается там тюремного заключения, если по сниженной иерархии, она всегда очень болезненная и стрессовая. Ну, тем более он же себя, почему девушек-то себе молоденьких, он же объяснял нам, так самцом себя чувствует, а какой самец может обиженным-то быть? Вот вы сами не сдавались. Ну, это хорошая, кстати, специалист приятная. Скажем так, она никаких-то лишних вещей не говорит. Аджика. Привет, Андрей. Прошу прощения за отсутствие. Бро, всем бро. Смотрю на площадщик донатов и понимаю, насколько это больше, по сравнению даже с известными стримерами. Твоя фан-база очень сильна, всем респект. Спасибо большое за донатик, спасибо большое всем, кто донатит и всем людям, кто меня поддерживает. Я всегда благодарен и, как бы, выше только небеса. Спасибо. Как будто у вас эта тяга к насилию над женщинами? Нет, там, во-первых, в тюрьме свободного времени мало по нашим статьям. Мы целыми днями занимались уборкой. Полы моем, помещения убираем, территории убираем. Там времени мало. Тема, он переходит на другую тему. Какого самокопания не было? Нет. Вину свою скопил, конечно, чёрт теперь. Мне нравится, как он говорит, конечно, искупил свою вину. Чё теперь? Всю жизнь страдать. Он себя простил, он себя простил. Но, с другой стороны, возможно, так работают механизмы защиты, а, возможно, он себя и не чувствовал виновным. То есть, он как бы, ну, типа, когда он заключён был, то есть, юридически он виновен, да, а сейчас, как бы, он и, ну, и чё страдать. У девочки сейчас всё хорошо, мне это радует. У них всё наладилось. Если бы вы могли избавиться от каких-то черт своего характера, что бы это было? Какие черты? У меня все черты хорошие. Хорошие. Ха, отлично, да. Кстати, это интересный вопрос. И тут, тут, как бы, она, Ксения Собчак или её сценаристы, или кто-то там говорит в микронаушнике ей, они, как бы, по-своему делают, ну, правильные вещи. То есть, мы уже, понимаете, мы смотрим или я смотрю и ищу, что хорошего в этом, да, и есть ли хорошее. Ну, тут мои претензии, скорее, не к морали, а к тому, как это сделано. А сделано это, насколько я вижу, настолько бездарно, что к этому возникают вопросы, которые, в принципе, могли бы и не возникать, потому что сейчас вот много интересных и хороших, высококачественных документалок на Netflix, именно про всяких маньяков и так далее и тому подобное, про всякие громкие преступления и так далее. Но там так исследовано и правильно всё поддано и так тема хорошо сделана, что никаких вещей по поводу того, что про это нельзя делать, не возникает. То есть, вопрос, наверное, в том, как это делать. Нет плохих человек. Вы себя считаете хорошим человеком? Ну, доступился немножко. Ну, это, наверное, неправильные вопросы. Понятно, что непонятно. То есть, мы не видим психологической характеристики этого человека. Может быть, он был таким с самого детства или, ну, то есть, как бы, или, возможно, он болен определенными какими-то психическими расстройствами. Они как бы, она его подводит тому, что вроде как он должен чувствовать раскаяние и так далее. Когда она его подводит к какой-то условной общечеловеческой, да, логике, она у него иная. Кем не бывает. То есть, это тоже непрофессиональное, очень манипулятивное. Да. И вот это тоже. Он и так это сказал. Зачем вы выносите вот это в какой-то такой баннер? Это как Юрий Дудь какие-то дебильные вещи выносит в баннер. Это, конечно, для тех, кто слышать не умеет, или для тех, кто не слышит, но умеет читать. Все вопросы про какую-то рефлексию, самокопание, про чувства и эмоции, они будут пролетать мимо него. Он их не понимает. Вот эта женщина на данный момент говорит, что Ксения Собчак абсолютно занимается бессмысленными вещами, задавая такие вопросы. Все равно, что мы с вами будем с носителем другого языка разговаривать на своем. Вот я говорил про это. Это не его язык. Язык эмоций и чувств не для него. Он не понимает. Вот это что, что это такое? Какие-то пролеты на дроне. Какая-то мистическая музыка. Это, блядь, не игра Silent Hill, ебаный в рот. Деревки большие стоят, не узнаешь. Когда мне садили, некоторые дерева такие были маленькие, в садикостики. Начало здоровенные. Так они обе замужем, девочки. Я всегда их успехом радовался. Лена стала учительницей английского языка. Она там учила английский. Я купал salary, учебники. Кать-то вообще рукодельница была, мастерица. Не рассказана вообще, в принципе, история, как это все произошло. Возможно, это будет позже. Это такой, как бы, пролог условный. Но такое, как бы, качество этой документалистики мне видится, ну, крайне низким. Катя там жила, она не рожала. А Лена рожала. Сейчас наоборот. Спасибо за донатик. Смотрю. Андрюша. Спасибо за донатик. Топовый донатер в данный момент. 500 рублей. Спасибо большое. Все смотрим и, как бы, исследуем. Получилось. Катя родила или нет? От меня родила больше не рожают. Ну, что я не знаю. Надо опять меня заняться. Вот это, да, вот это уже вынесено было в заголовке все, вот это его фраза. Конечно, он любуется тем, какое внимание ему оказывают и насколько, как бы, вот он перед камерой, он, как бы, показывает себя и хочет быть, как бы, говорить какие-то интересные вещи, да. Но есть, наверное, проблема в том, что он, скорее всего, не очень умный человек, потому что, если бы он вот глядел на последствия, которые могут привести, да. Хотя, с другой стороны, он очень давно не был в реальной жизни, чтобы понимать, какое состояние общества. Ну, с другой стороны, он в каком-то обществе общался, он знает, как люди смотрят на какие-то вещи. Если бы он понимал, был умным и понимал возможные последствия, сказанным вещам его вот таким бахвалистым, да, тогда, получается, он бы не стал это говорить. И это на самом деле, вот представьте, каково людям, кто пострадал от него, этим девушкам, слышать, что он там занялся бы ими еще раз. Это же отвратительно. И почему у нас в стране нет закона, который бы запрещал людям, как бы, приближаться к тем, кому они причинили определенный вред? У нас нет такого закона, как в Штатах есть вот это, как там, restriction order, да, когда, если тебе кто-то угрожает, ты можешь на него подать, и ему там скажут, там, за 10 километров в этом округе не находиться, иначе, там, такой выписали Крису Брауну, когда он был обвинен в насилии над Рианой и так далее, вот. СК, конечно, его проверяет, но, как бы, если какие-то... У нас, знаете, у нас такое, у нас люди напрямую угрожают, как бы, в прямых эфирах или еще где-то, им потом, как бы, менты ничего не делают, потому что, ну, это просто слова, вот, как сначала сделает, поэтому, возможно, тут натянут для того, чтобы на этом словить что-то, но что ему сделают? Его только могут оштрафовать, наверное? Да, ну, я не думаю, что ему что-то за это сделают. Там, в зоне от него... Restraining color, да. Прикенюш, это, глаза у него их не смотрят. А как женщина, видишь, такая... Настроение поднимается. О, донатик пришел. Всегда рад. Я представляю Твери, Вышний Волочок. Я представляю Пермь. Ты представляешь... Чё? Привет из Твери. Привет из Твери. Не планируешь ли заехать к нам с концертом? Хромая нога, спасибо за донатик. Я бы с радостью вообще, я даже в Твире не был ни разу, хотя между Москвой и Петербургом все время ездит Сапсан. Я бы даже в Твире просто посидел бы рядом с кругом. На гитаре бы я попытался взять бары на седьмом ладу. Спасибо за донатик. Вообще, вот как это все снято, это, конечно, жуть. Ну, здесь вход в бараш. Вот здесь кричал, мне нету. Угу. Назокрыто. Здесь аккуратнее, смотри. А вы даже здесь не были? Как минимум, очень смешно наблюдать, как Ксения Собчак там корячится между какими-то бараками у человека, который содержал других в заключении, да, и совершал такие вещи, как бы. Вот она захотела словить на этом просмотров, и она вот себе поставила в очень глупое положение. Нет, раньше здесь у подвала? Да. Нет. Вот, жуть какая. Явно ощущение прям бункер. Сталинский, да. Жесть, как они вообще находят общий язык, как он смеется над ее фразами. Так вот с виду не поймешь, да? Ну, кишечек, вот так. Одному, кишечек. Бабушка, а вы не знали, что здесь было, да? Ну, вот еще, я такой знал, что я его с разведицей завезу. А это самое, а гараж-то чей-то? Как чей? Вообще, чей, кому принадлежит-то? Ну, как, ну. Ему, кому же, ну, мне что-то. А, то есть это гараж от мужчины, да, какого-то? Ну, ну. А как его зовут? Ее сын. Ну, сын. А это сын ваш? Ну, кто же еще? Сын. Вон, хозяин. Открывай. Ну, малый. А с этой стороны все цепи. И там они закрыты еще. Там свет на входе. Ну, куда включить? Там ключи цвет, там есть. То вот ей оперативно, эта съемка, она выложена в интернете, то есть ее может использовать любой человек, или она через какие-то свои протекции получила? Девчонки, вы живы там? Скоро, скоро. Потерпите чуть-чуть. Реклама, конечно же. Как не вставить рекламу? Давайте, друзья, думать, о чем же будет реклама. О чем-нибудь хайповом или о чем-то важном? Здравствуйте. Ремонт ноутбуков. Я Михаил Иванович. Просто жесть. Что за актерская игра? Кайфовая. Вот это об отсутствии судимости. Это о месте рождения. О семейном положении. Михаил Иванович, шутка в том, что Михаил Иванович, это типа кликуха Путина. Путина, так называют, кореша своей олигархи. Это о том, что я не контактировала с иностранной разведкой. О том, что домашние животные и дети тоже не контактировали с иностранной разведкой. То есть даже на маньяке зарабатывает. Ну, молодец, молодец. Тут можно только удивляться. Тому отсутствие вкуса и вообще отсутствие любых каких-то нюансов. То есть такой фильм возможен и нужен, но, наверное, не так. Вот это справочка об отсутствии бесов. Это о том, что я ругаюсь матом только по особым поводам и не в общественных местах. Типа как городок какой-то. Кайф, извините за слово кайф. Но я не говорил по кайфу. А что еще-то? Забыла! Тест на ковид-19! Бля, мне кажется, это актерская игра уровня Юрия Дудя. Я думаю, кто так отыгрывает? Юрий Дудя так отыгрывает. Кошмар! Ксения Анатольевна. Вот, возьмите. Что это? Это американский аналог ПЦР. Экспресс-тест Кираз от компании АВИР. Определяет наличие ковида за 5 минут. Так она пустая. А это для того, чтобы вы знали, как он выглядит. Кстати, он только в гематесте сейчас есть. Но скоро во всех аптеках будет. Да. Вот за углом есть гематест. За 5 минут сделайте и все свои дела завершите. Это мета-модер, реально, кайф. Это, я отвечаю, как мы Мэдисон и Хованский лучше играют. Давай, Ксения, сколько денег ты взяла? Сколько денег тебе дали за это? Просто жесть. Блядь, какая режиссура. Юрий Дудь просто бог. Просто бог. Ковид-19 антиген. Она просто издевается, мне кажется. Она реально издевается над нами. Она типа думает, это уровни зеленого слоника угар. И точный аналог ПЦР. Для теста берется мазок из ноздри, смешивается с реагентами и капается на тест-полоску. И уже через 5 минут вы будете знать свой ковидный статус. И подмигнуло еще. Блядь, как уебищно. Как же круто. Все, продолжаем, отвратительный человек. Опять эта музыка. Друзья, я напоминаю, что топовый донатер получит книгу, в которой узнает, как можно посадить, например, маньяка. И вдобавок к этому терновый венец, который на мне в данный момент, в данный момент страдания и пересиливания не моральных разных вещей, а бездарности этого документального фильма. Топовый донатер в данный момент 500 рублей. Водкин Дмитрий Матвеевич, следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области. Когда я шел на работу следователя, я так несколько романтично считал, что будет это все интересно, как в фильмах показывают. Я пришел, наглаженные брюки, белая рубашечка. И тут меня вызывает, ты знаешь, вот вокзал железнодорожный, рядом автовокзал, и между ними общественный туалет. Ну, знаете, вот эта вот выгребная яма, накрытая щитом, и вот детишки туда заглянули, и вот из дерьма, простите меня, там где-то 2 метра глубины, наверное, это в дерьма, если не больше, торчала человеческая рука. Пришлось вот из... Неплохо такое это рисует Скопин Рязанской области. Они всегда, кстати, вот такие мужики, которые работали там, как бы, следователями и так далее, они вот, не то что, понятно, что у них много адских историй, но они умеют их рассказывать. Я видел в других всяких документальных фильмах или там интервью каких-то, они вот всегда любят рассказать. Достаточно кинематографично я рассказал. Жижи, доставать тело человека, причем это было страшное самое, пришлось все это его обмывать на месте под вот эти вот взгляды толпы, от белой рубашки остались, не поймешь, что? Мы смотрим то, что выложено в интернете. Кстати, сегодня YouTube, я видел новость, что YouTube поставил типа 18+, этому видео. Очень странно, что это произошло только спустя двое суток, после того, как это вышло. Вроде как это, ну, естественно, и так вещи, как бы, как бы, тонкие обозреваются, да? И тогда вот я понял, что романтики здесь будет минимум, здесь будет жесткая, сложная работа, и которую мне придется делать. С тех пор я вместо белой рубашки уже одевал темные рубашки. 30 сентября 2000 года, Рязань, Елена Самохина, ей тогда было 17, и 14-летняя Катя Мартынова возвращались с торжеств, проходивших по случаю... А что это? Это какое-то нейросеть и улучшенные видео, или что? Праздника вера, надежда, любовь. Машина останавливается, бежевая пятерка Жигули, за рулем был Виктор Мохов, рядом с ним сидел, как они поняли, парень, который представился Лешей. И вот эти люди им сказали, что вы вот ждете автобуса, давайте садитесь к нам, мы вас быстро сейчас подвезем. Ну, девочки расслабились в этом плане, наливают им спиртное. Ну, как мы полагаем... Вот это странно, люди, которые садятся к неизвестным... Вот это реально стандартный такой сюжет из 80-х, 90-х, когда люди садятся к неизвестным людям в машину. Да как это? Ну, это... Это небезопасно даже мужчинам так делать. ...спиртное, конечно, было что-то подмешано. Девчонки отрубились... То есть, значит, у него еще был сообщник, получается, да? ...уже в неизвестном населенном пункте. Вот во двор заехали, потом в гараж зашли, я говорю, давай это самое, займемся этим сексом. Она говорит, не, не, ты ставь там до меня туда сюда. Ну, я пошел к Лене. А Лена, она не хочет. Лена пришла, чего ты вот ломаешься? Сейчас он собаку, слышишь, бурежет. Сейчас собаку тебе отдам, собаке. Ну, и все, она согласилась. Что-то Лена говорит, давай вот этот, что я трах. Мне кажется, с ним произойдут не очень хорошие вещи вот сейчас, после выхода. Лену вторую. Я говорю, давай попробуем. Ну, та никак не соглашается. Ну, Лену накинулась, давай душить ее. Вот я в этой дворе трусы с нее снимал. Потом слышу, Лену там хайпит, и вот ты что делаешь? Ее надо трахать, а ты ее душишь. Обращаемся в детство. Да, то есть, мама... Ну, это ужасные, конечно, вещи, которые... Тут вопрос того... Вот тут моральный вопрос встает. Возможно ли и правильно ли такие вещи, такие подробности... Он может наговорить все, что угодно, но, как бы, документалист решает, да, что оставлять, а что нет. И в первую очередь, не то, что это может шокировать нас, не важно, что может шокировать нас, но это может навредить и, как бы, нанести дополнительную травму тем людям, которые конкретно... Про кого он говорит? В этом вопрос. В этом заключается не моральность того, что делает Собчак. По двум причинам. Либо непрофессионализм, либо цинизм. Тут отказала девушка, которая вроде бы как легкого поведения, ярлык, она отказала. И он не сам стал требовать, или он пошел и попросил женщину, Елену, свою на тот момент подельницу, чтобы она ее уговорила. Ну, это понятно, что он подкручивает так, как ему надо. Это же, опять, воспринимаем мы всерьез его слова, как бы, или где он врет, где он красуется, вот это все, наверное, такое. Сильное плечо женщины. Слушайте, а какой интерес Бадукиной было во всем этом участвовать? Она что, была лесбиянкой? Или почему она вам помогала? Типа она лесбиянка вообще, конечно. Она на зоне сидела с этой сыном. Да, лесбиянка. Она агрессивная. Отмечено, что она в детстве... Это не сообщик, не парень, а девушка, которая выглядит как парень. Девочек бил, когда еще там в школе. По словам, она, наверное, ненавидит девушек. И девчонки были, кстати, до последнего момента уверены, только на следствии они вдруг узнают, что это не Леша, а Лена. На них, мне кажется, тоже был шок. Так, пока не вылазьте никому, девчонки. Не надо нас тупорофировать. Тихо, 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 тихо. А вы снимаете что-нибудь? Конечно. Проверь, что вас... Вас сколько здесь? Двое? Двое. И было двое. Так, назовите свою фамилию, имя, отчество. Я Моков Викторий Васильевич. Работаете где? Работаю в Скопинский автобергадный завод, седьмой цех, заточник. Странно, как она показывает. Какая-то структура, я не вижу в этом документальном фильме. Какая мысль, что она хочет сказать. Она хочет, типа, чтобы мы посмотрели это и сделали выводы сами. Ну, как-то очень сумбурно все. То есть, ну, как бы нелогично. Я не вижу какой-то... Ну, как минимум, если мы воспринимаем этот документальный фильм, да, то из-за того, что этот документальный фильм затрагивает такую очень тонкую тему, очень страшную тему, к нему вопросы могут быть, в том числе, по поводу того, каким образом он снят. Нейтралитет. А, то есть, ты можешь вот говорить нейтралитет. Тут не может быть никакого нейтралитета, потому что всем понятно, что этот человек может вызывать только отторжение за счет тех злодейств, которые он совершил. Вот так вот. Это не говорит, что его нужно, ну, как бы там, рисовать самым злом на планете, да, но, тем не менее, какая-то авторская позиция должна просматриваться. С самого начала ее нет. Только в виде вот такого вот какого-то взгляда, настороженного Ксении Собчак. Это бездарное, это бездарное видео. И этим даже хуже, что такая тема, важная, используется и исследуется так бездарно, тем, как бы, отвратительней выглядят создатели этого фильма. Глеб, сам большой респектик. Это факт, да, это факт. Юрию Дудю не понравилось слово «дура набитая», потому что Юрия Дудя – глупец. Внешне он был симпатичный парень, рукастый, он лучший заточник завода, ударник коммунистического труда, он был член партии. Детей он подкидывал, знаешь, какие улицы? Один ребенок был подкидан на площадь Ленина, а другой на улице Карла Маркса. Вот как хочешь, так и понимаю. Следователи все бывшие такие, они всегда такие колл-стори травят. 50 лет не удовлетворялся. Поэтому он в 50 лет решил наверстать упущенное. Как бы, да, он еще и партийный, партийный, хорошая такая вещь, как коммунистам предъява. Я думаю, что они легкого поведения, но продолжили заняться сексом, но она отказалась. Ну, так это же она отказалась. Ну, отказалась. Ну, а зачем вы-то ехали? Что вино с нами пили, ехали. Чего? Ну, то есть у вас было уже ощущение, что они обязаны это сделать? Ну, как бы оправдывать. Ну, раз они поехали, зачем они ехали-то? Попить вино и потом расстаться? Ну, может быть, просто хотели, там, не знаю, какие-то начать отношения без продолжения. Логика тоже, конечно. Да, да, у него, конечно. Ну, я их воспринимал-ка девушку легкого поведения, поэтому, когда они отказали, уже как это было, ну, не клеился с этим. А если девушка легкого поведения, с ней можно, в принципе, делать что угодно? Ну, не что, что угодно, а переспать с ней можно. Тем более, что сама едет подровольно и вино пьет с нами. Где их оставила, выживитесь, но будь, как всех с рабынями, убивать вас не буду. Есть некоторые серийные преступники, которые, там, не только насилуют, но и потом убивают, у них есть бзик. Вот если, там, совершил что-то плохое, да, вот, человек, ну, в данном случае, женщина, да, если она выпила, то всё, она недостойна жить, с ней можно делать всё, что хочешь. Ну, типа, да, если выпила, значит, как бы, показала свой фривольный, скажем так, нрав. У него такой диалоги нет. Вот, у него нет чёткой градации. Этих я, там, возьму себе, а этих нет. К нему все, кто, вот, там, не может дать отпор, можно с ними что-то сделать. Сначала Катю вот в подвал опустили, потом Лена спрашивает, где Катя, говорит, ну, пойдём, мы тебя проводим, Катя. Провели её тоже, вот, подвал она зашла, и за ней захлопнулся этот люк. То там сначала, значит, первый металличный. Процитирую Мишу Джигли группу ежемесячной. Юрий Дудь Долбаб. Ха-ха, Глеб, спасибо большое за донатик. Да, группа ежемесячная, кстати, готовит что-то нечто. Ежемесячная такая дверца, потом сейфовые дверцы, потом первый уровень, следующий люк открывается уже в сторону, потом несколько метров лестница вниз на второй уровень. А как он это не рассказано, как, ну, может быть, будет рассказано, как он готовил этот свой бункер, каким образом и так далее? Уже на третий уровень люк в этот подвал. Вот они оказались в этом подвале. Первое время он даже первый день, там-то второй, он, по-моему, к ним даже не опускался. Видимо, он дал понятиям, что они в его власти. Новый флешмоб, друзья мои. Андрей Андреевич, расскажи, когда будут фото петербургские автографы сессии. Юрий Могил, спасибо за донатик. Будут скоро. Вот прям скоро. Потом он, соответственно, им принес воды, там, покушать, яйца куриные. Они жарили, кстати, яичницу в чайнике, варили макароны в чайнике, ну, потом там какие-то кастрюли появились. Вот так вся эта началась. Он их периодически насиловал. В случае, если они пробовали еще тортачиться, он сразу говорил, я вам перекрою кислород. Несколько часов я там провел, и, в общем-то, я ощутил. За три часа я ощутил то, что девчонки могли ощутить за три года. Как там наши родители вообще что-нибудь знают? Сейчас все не волнуйтесь, девчата. Сейчас все будет нормально. Мы просто хотим это все отснять сейчас. Вы не волнуйтесь, хорошо? Ничего страшного в этом нету. Да мы не волнуемся. Мы больше волнуемся, чем вы. Да. Мы уже перестали волноваться. Сколько вы здесь находитесь? С 30 сентября 2000 года. Четыре года лежит. Четыре года, да? Вот тут, представляете, здесь вот. И никакой убежать нельзя было. Вот стенок. И мы сюда попали вообще очень. Есть жара. Как вы здесь выходите? И зимой все это самое. И зимой. Да, мы вообще не... Нет, вот Виктор, он нас выводил как-то на улицу. Это где-то было вот... Начал выводить с 2003 года с осени. С начала осени. А мы вообще не выходили сюда. Тебя как зовут? Ча. Это беременность из вас? Мартына Екатерина Екатерина. Беременность. 17 лет вот ему дали. Он изнасиловал не один раз. Получается, он с нас, с Леной, насиловал, ну, там, меня где-то раз 900 и ее. То есть нужно судить за каждый отдельный эпизод, я считаю. И это нужно, да, менять, значит, какие-то законы. То есть 900 раз изнасиловал, значит, там, 900 лет пусть ему и присуживают, чтобы он сидел в тюрьме. И я считаю так. Можешь описать примерный распорядок вашего дня, вот обычный ваш день? Ну, конечно. То есть очень странно, опять она выстраивает, то есть она впервые показывает жертву, первую, да, и спрашивает про распорядок дня. Разве это важно в данный момент? То есть первое появление человека, который реально страдал, это все там пережил или не пережил, и как-то там, наверное, долго лечился. И она спрашивает про распорядок дня. Конечно. Мы старались, ну, как-то воспроизвести там в бункере вот обычный нормальный образ жизни, да, то есть завтрак. Он приносил обычно крупы, макароны, тушенку, но то, что нельзя храниться без холодильника. Овощи какие-то сезонные были, да, яблоки, антоновка. Я до сих пор вот помню этот запах у меня. Мне кажется, такие люди, как Ксения Собчак, не имеют права делать подобные видео. Ксения чересчур тупая и может в видео сделать неправильные выводы, которые приведут к неправильным последствиям. Тянущик, спасибо большое за донатик. Ну, мы, в принципе, и видим о том, что, наверное, она может это снимать, но мы видим, насколько бездарно это сделано и насколько это говорит не о том, наверное, да, о чём могло бы говорить. Очень мне нравится. Я рисовала, писала стихи, если у меня было вдохновение, Лена занималась английским. Ты принимала роды у Лены. Ты маленькая девочка. Вам скинули книжку. Да. Медицинское пособие, то есть очень много непонятных терминов. Единственное, что я поняла, нужно перерезать пуповину, потому что ребёнка нужно отделить от плаценты. То есть это вот единственное, я не понимала, что такое плацента, что такое пуповина, но её нужно было перерезать. И вот когда она родила, я уже всё это увидела вживую. И она опять Синяя Собчак подкладывает, блядь, музон какой-то там, типа нагнетающий. Дура, что ли? Ну, это реально, ну, это неэтично. Это делать неэтично. Подкладывать какой-то музон, когда говорит жертва. Она и так говорит вещи страшные. Блядь, ну, тупость съёмки, тупость всего, как бы, того, что делает Синяя Собчак, она, конечно, беспредельная. Ну, это вот говорит о том, что Ксения Собчак уже изначально была, она не документалист, она человек, который свои какие-то деньги заработаны в другом месте, толкает. Это похоже на тех вот этих поп-звёзд, которые не умели петь, их проталкивали и таким образом, как бы, навязывали каких-то бездарных исполнителей вместо, возможно, нормальных. То есть она берёт деньги и делает из себя документалиста, которым не является, и всё это выглядит очень, ну, то есть это отторгает. У тебя было что-то там, не знаю, тазик, вода? Да, я приготовила таз с водой, с тёплой. Были какие-то... То есть она сейчас... Вот смотрите, это первая жертва. Её первое появление, да, за там почти полфильма прошло, там, да, какая-то одна... Ну, не полфильма, треть. Она её спрашивает про другую жертву, не про неё, не про вот это всё, как-то, ну... Вы понимаете, что люди видят, и люди видят не то. Простыни мы сорвали, то есть чтобы запеленать. Или это монтаж такой, то есть с самого начала она не стала ей таким образом, но она таким образом показывает, и мы можем даже смотреть на то, как это всё сделано. Сделано, сделан фильм ужасен, фильм ужасен, фильм реально ужасен. Готовили, что могли, мы подготовили, да, и потом... И, к сожалению, к сожалению, люди, общественная реакция не о том, она говорит о том, правильно ли делать интервью, там, с маньяком условным, да, а не о том, как, каким должен быть разговор с человеком, который совершил какие-то такие очень плохие вещи. Да, Лена родила, я перерезала пуповину. Чем? Ножницами. И я помню, что ножницы тупые, и мне так долго пришлось её перерезать, то есть это всё было ужасно, всё в крови, всё с трясущимися руками. Перевязала ниткой, потому что я тоже это прочла вот в учебнике. И я начала, я взяла ребёнка на руки, опустила в таз, я поняла, что вода холодная, он начал очень сильно плакать, и мне так стало страшно, что он сейчас заболеет, там, что он только вот родил. Второй сын Виктор, ну, блядь, это просто бездарно. Я его в эту холодную воду, я его сразу запеленала в простыне и дала лене на руки. Кто говорит, что не может это смотреть? Смотрите вместе со мной, мы должны видеть, насколько Ксения Собчак бездарный и глупый человек. Ну, это было, конечно, всё было как в бреду. Графон отвратительный, это просто пиздец какой-то, дебил. Они реально дебилы. Вот люди, которые делали этот фильм, они дебилы. И они достойны какого-то осуждения по части того, насколько эти люди не знают, что они делают. И вот я сейчас рассказываю, у меня стоит перед глазами вот этот бункер и всё в таком каком-то тусклом свете, но я всё равно всё это помню. Опять музончик пошёл, не справляемся. Музон покатим, покажем унылую Россию. Что она хочет показать, что унылая Россия к этому приводит или что? Просто дети с зеркалкой. Вот в этот дом, в третий подъезд, Мохов подкинул своего второго ребёнка, Олежку. Всё было, да, но такого не было, чтобы детей подкидывали в подъезды. Я смотрела телевизор и услышала, ну, плач ребёнка. Я прямо встала, говорю, да что же такое, не могут ребёнка успокоить. Ну, разнервничалась, пошла на кухню, открыла дверь сюда, в квартиру. В чём обязательно, что за ход, когда... Покажите, как вы, давайте с ними, как вы проходили к двери и открывали дверь. Что за пизда, что, блядь, следственное действие, что ли? У меня была здесь дверь. Я дверь приоткрываю, а он лежит под дверью. Записка была на нём. Зовут Олег. Ну, так же не пишут. Ему четыре, значит, цифра месяца. Ой, месяца. В общем, ошибка на ошибке. А девчонки же хотели через этого ребёнка, чтобы люди узнали, где они находятся. Они, на самом деле, действительно, записку написали, что нас похитили. И первый ребёнок-то он у них похитил, когда они спали. А здесь они тоже поняли, что второго ребёнка он тоже у них похитит и куда-то подкинет. И они заранее сделали потайной карманчик у него в пелёнках. И туда эту записку вложили. И стали ждать. И он распеленал этого ребёнка, когда он у них взял из чемодана его. И эту записку нашёл, её выбросил. И вместо этой записки вот тогда Мохов... Он сам написал. Он сам написал, специально сделал ошибки. Он сделал такую вот бутафорию, как будто это какая-то совсем бестолковая девчонка там, родилак. А у вас не возникла мысли, вы что-то говорили когда-то, что хотели даже его усыновить? Да, я потом... Вам сколько тогда лет-то было, если не секрет? Ну вот, сейчас 69-17 лет назад, 52 года. Ну... Да, так тоже. Я маме позвонила утром, она... Ну, как обычно, там, как дела, такой телефон. Мам, да всё нормально, говорю, только ребёнка мне под дверь подкинули. Он, какой у ребёнка? Ну, я ей рассказывала. Она говорит, и куда ты его делала? Я говорю, куда? Увезли его в роддом. Она говорит, а что себе не оставила? Я говорю, мам, ну как ты себе представляешь, ребёнка мне это оставить? А так, не пожалели, что не усыновили? Ну, знаете, вот сейчас я это вспоминаю и думаю, наверное, если бы я узнала это вообще для меня, тогда шок, а это было бы вообще, не знаю. Ну, как, не знаю, вряд ли. Ну, ребёнок же не отвечает за отца, тем более. Он у меня... Кстати, следователь, хорошие такие вопросы моральные, да, которые сводятся к этому, задаёт такие, в воздухе подвешивает. Это, как бы, интересный мужик, кстати. После всех этих интервью, он у меня прямо вот перед глазами, этот мохов, этот ребёнок. И я вот ночами не сплю, я всё о них думаю и говорю, ну как это вот можно, как можно? Ксения Савчак ужасная. Да, это, конечно, очень плохо. Самое интересное, что, обладая своими вот этими медийными возможностями, бюджетами, рекламу продаёт она в это всё, она, как бы, не умея делать то, что она делает, она, как бы, учится на тех вещах, на которых, ну, как бы, учиться не надо. Те вещи, вот такого типа документальный фильм должен создаваться людьми, которые знают, уже знают. Они, чтобы мы видели, как Ксения Савчак постигает азы документалистики и особенно азы того, что этично, а что нет. Вот мы говорили со следователем, который вёл это дело, и он сказал, что когда вас нашли, тебя и Лену, сразу был виден контраст, было видно, что Лена была надломлена, а в тебе сохранялся такой характер. При этом ты была младше её, когда вас заперли в этом подвале, тебе было 14 лет. До того, как... Кстати, я думал, что вторая старше, вот просто даже внешняя. Произошло, была очень такая трусиха, ну, какая-то стеснительная, то есть, ну, я себя вспоминаю, и, ну, какая-то такая мягкая, бесхарактерная. Мама всё время говорила, что я слабохарактерная. И когда вот я оказалась там, я сама до сих пор не понимаю, что случилось, но мне так захотелось жить, вот правда. То есть я понимала, что наверху есть жизнь, и почему меня её отбирают, почему я должна подчиняться кому-то. И всё это как-то в один момент во мне перевернулось. И я думаю, что вот как раз вот этот вот бункер и как-то вот сделал меня такой вот, какая я вот вышла оттуда, вот такой вот сильной, жёсткой, наверное. Она вот, Ксения Собчак выносит вот это сказанное человеком, как будто это, ну, то есть он и таким образом показывает, что как будто это хорошо. То есть акцентируя внимание на определённых вещах, нам как бы, ну, эта фраза должна работать, так скажем, так сильнее, как некий такой тезис или такое сильное высказывание, которое вот как бы подчёркивает что-то. Зачем сделано это подчёркивание именно этих слов, что сделало меня сильной это? Ну, типа она подводит к тому, что это было хорошо или что, выделяя именно эти фразы? Это даже, можно сказать, малоэмоциональный. А Лена, она, она мне всегда казалась, наоборот, очень стойкой. И мы, когда уже с ней общались после того, как вернулись домой, я видела, что, да, ей тяжело, что она не хочет вспоминать, она не хочет меня видеть. Ну, она рожала там детей, и всё-таки это дало как-то, ну, какой-то отпечаток, след. Ну, может так случиться, что именно вот то, что она рожала детей, ещё их забирали, вот что это так отразилось на ней? Да, конечно. Вот у меня дети, я не представляю, то есть я родила их, у меня их кто-то заберёт. Вот. Ну, это для любой нормальной женщины, это трагедия, даже несмотря на то, что это дети от насильника, то есть это прежде всего твои дети. И он отбирал их, она очень сильно плакала, она переживала, она очень хотела их забрать. Она говорила, что вот если мы освободимся, если мы выживем, я обязательно их найду, заберу себе. Но, когда вот мы вернулись домой, я думаю, что там, ну, где-то настояли родственники, или она с мамой поговорила, что её отговорили искать детей, забирать. И вот сейчас она живёт с ощущением того, что у неё вот где-то есть двое сыновей, они уже совершеннолетние. Насколько я понимаю, ты попал туда ещё девственнее. Тоже, особенно вот то, что сейчас, значит, морально ли говорить о человеке, которого в фильме не присутствует, именно вот в таких вещах. И плюс нам не сказали, будет она участвовать по, ну, как бы, в этом документальном фильме или нет, или она отказалась от участия. Тоже не сказаны важные вещи. То есть, очень много вещей сделано неэтично, некрасиво, только из-за того, что люди не понимают, как бы, что вообще происходит. После изнасилования, естественно, ты девственницей быть перестала, но у тебя не начался цикл, и его не было всё время, пока ты была в рабстве в этом подвале. Когда ты вышла, как скоро всё это у тебя? Правильно ли задавать такие вопросы? Спустя два года, в 19 лет, и потом, когда я захотела детей, ну, не захотела, но, по крайней мере, должна была понимать, смогу я иметь детей. Я уже была замужем, мне сказали, что я не смогу иметь детей. Я делала УЗИ, да, и потом, вот, когда мне уже было 25 лет, я просто обнаружила, что я беременна. Я думала, что у меня не может быть детей. И вам память будет. Не надо, на такую память нам не будет. А это ваши рисунки, да? Да, я рисовала. Ну, тут и картинки, и рисунки. К сожалению, вот, это ещё, этот документальный фильм говорит о том, что у нас нет никакой определённой культурной преемственности. То есть, вот, как будто мы живём во вне времени. Всё, что было до людей, снимавшие документальные фильмы, они испарились куда-то, и приходят новые псевдодокументалисты Юрий Дудь, Сеня Собчак, которые начинают заново воссоздавать этот жанр, когда, только из-за того, что они являются медийными личностями. Что, как бы, делает этот документальный фильм, да, этот сюжет на первых строчках? То, что его сделала Ксения Собчак, не его художественные качества, да, только тема спорная, да, там, с нюансами. И то, что это делает Ксения Собчак. А настоящие документалисты, профессионалы, люди, которые даже, там, брали какие-то, там, призы, ну, там, как бы, заслуженные в этом жанре, они не могут пробиться на первую часть, и, получается, мы опять видим, широкая аудитория видит, как какие-то неумёхи или люди, которые только пытаются что-то сделать, а нам пытаются, как бы, мы смотрим и, типа, смотрим, как они учатся на наших глазах. Но, ладно, я, например, да, у меня есть какой-то условный критический аппарат, или моя глупость, или доёбка, которая может как-то отделить или попытаться одно от другого. Но многие неподготовленные люди смотрят на это, как на нормальную документалистику, которой она не является. Вот это отвратительно, что, типа, документалисты сейчас, это Юрий Дудь и Ксения Собчак. Как это ужасно, это говорит о нашем, о нашем времени. Вот иногда человек, чтобы обосновать, вот, мотив, да, своего действия, он руководится каким-то афоризмом. Вот одна фраза, одно предложение. Фактически это всё делает весь ваш фильм. Почему это произошло? Он написал так, стареющие животные, собаки и кошки, при общении, ну, имеют своё сексуальное общение с молодыми, становятся так же моложе, так же и люди. То есть, в 50 лет он решил, да, пожалуйста, омолодиться, да, выдержите уникальную записку Мохова. А это... Ну, такой вот, значит, его страх того, что он жалкий старик, никчемный. Кама с утра взял. Самое интересное, что он, вот, отмечал даже позы, которые ему хотелось испытать. Не делая людям добра, не получишь зла. То есть, он себя мыслит, в принципе, человеком, который добро сделал. О, кстати, он говорит, что это... А чего вы ко мне, собственно, пристаёте? Я девушек кормил, я их поил, я им бельё, вот, кстати, он по каталогу им подбирал. Бельё по каталогу? Да, трусики. Но у него, кстати, очень интересный момент, вот вам, как для женщины. Он вёл учёт, растрат. Мы все прямо, следователи мужики, мы рухнули. Такого числа, месячная, менструация, трусы не выдавать. Ужасный человек. А как они? Ну так, чтобы не пачкались и деньги не тратили. Это, я понимаю, что из штук. Ну, он анальник, короче. По версии Вероники Степановой, анальник. Да, это всё как? Ну как, трусов? Ну да. А, не, пусть это их проблемы, то есть он... Друзья, топовый донатер получит книгу и то, что на голове. Не хочет, то есть он купил трусы, потратил деньги на трусики. Нет, это ясно. То есть если он... Хороший вопрос у меня возник. Насколько этично при просмотре этого видео напоминать о топовых донатах? Тоже вопрос такой, да. Я не себя не слагаю ответственность за правильные выводы или неправильные выводы и правильное или неправильное комментирование этой ситуации. То есть если он не даст, то они их запачкают и попортят. Чтоб они не портили имущество... То есть это несколько, Ксения сообщает, тупая, что ей нужно это объяснять. ...не выдавать. У них женские дела. Кать, ты чувствовала, что он к тебе как-то по-особенному относится? Вот насколько я понимаю, Лену он почти не выводил гулять, она вообще не выходила, не мылась. Честно, да, я почувствовала, что, возможно, я... Ну, не могу сказать, что я нравлюсь, но вот какая-то все равно... Ну, какое-то особенное отношение было ко мне. И, конечно, я подумала, что этим можно воспользоваться потом, когда представится момент. Да, я была у него дома ночью, я мылась в душе, да, он меня выводил. Но это было не много раз. Так, это вот ванна была? Да. А вы ее здесь ждали, пока она вывелась? Или как это было? Мы вместе скупались. Вместе? Конечно. Вы ее одну не оставляли. Я ее спинку тер. Отвратительный, просто монстр. Возможно, вот эта его влюбленность помогла мне, да, вот сейчас... Ну, это просто, да, это человек с расстройством психики каким-то. Ну, почему здесь? Ну, врача, кстати, нормальный специалист. Кто она, кстати, там, врач или кто? Что-то ее опять, ее нет. Ее снова нет. Вот быть здесь, освободиться. Ну, больше у меня никаких комментариев нет по поводу его любви. И вообще, такой человек, ну, он может любить? То есть, любовь, она такой... Она дается тем людям, которые... Ну, точно не маньякам. Он маньяк? Да. Может быть, вы это обсуждали? По каким критериям он выбирал? Кого в этот раз выбрать для секса? Кого позвать? Вот как это происходило? Какой был распорядок дня? И почему? Была ли какая-то логика в том, кого он выбирал? Сначала, да, будто было так, что там по очереди я, потом Лена, я Лена. Ну, и вот так вот, то есть изо дня в день. Но иногда, конечно... Ну, да, каждый день. Потому что он маньяк, я считаю, глубокий маньяк еще. Потому что, ну, просто у него была такая сексуальная энергия, сила. В 50 лет там, ну, не каждый мужчина там сможет там три раза в неделю. А этот там мог по нескольку раз в день спускаться, когда у него были выходные. И просто он был какой-то ненасытный, я не знаю. То есть он, вот все эти три года и семь месяцев и несколько дней, он каждый день спускался и занимался с кем-то из вас. Если он спускался, бывало же такие моменты, что он не приходил по два-три дня. И в самом начале тоже там у нас могла закончиться и вода. Он не приходил и нам было нечего есть. Но, да, когда он приходил, он приходил. Да, да. Вот тут люди говорят, что выбирал для изнасилования. А не выбирал для изнасилования, а выбирал для секса. Именно как подбирает Собчак слова, как она не знает, что сказать. Еще раз говорит о том, еще более отвратительно, что такой человек непрофессиональный и глупый берется за такую тему очень тонкую. И в том числе разговаривает в это время с жертвой, а маньяку дает момент самолюбования. То есть маньяк тут свои цели больше, скажем так, своих целей пропиарится, добивается больше, чем время дано жертве или жертвам для того, чтобы обсудить вообще, как это, что это было, как это на них повлияло и смогли ли они пережить это. Дело всегда за вот... Глупость, одно из самых плохих черт человеческих, это глупость, конечно. И это Ксению Собчак и ее мужа великолепного Константина Богомолова абсолютно отличают. Это просто два каких-то клинических идиота человека, которые... просто их брак был заключен как бы на небесах, там в идеальных условиях, потому что более глупых людей невозможно себе представить, как Константин Богомолов и Ксения Собчак. Это просто какие-то пики, пики человеческой глупости, высоты, которым не каждый может достать и стремиться даже многим не получится. Для того, чтобы нас изнасиловать. Не было такого ни разу, чтобы он пришел, что-то принес и ушел. И все это перебивается тем, как он тарелочку насыпает. У него же очень такая непростая была жизнь в плане вот общения с женщинами у него не получалось. И тут вдруг две молодые девочки, и он для нас просто царь и бог. То есть захочет, придет, захочет, не придет, захочет, принесет еду, захочет. Жалкий лузер. Конечно, это ему нравилось. Жалкий лузер. Класс, ракурс. Ракурс, нет. Ну да кунталисты высочайшего уровня. Им дадут за это какую-то премию. Им дадут за это премию. Это пиздец. Это пиздец. Ксения Собчак. Я читал первую книжку Кати Мартыновой. Напишал там краски. Мне чуть и не на коленях умолял купить. Это не правда, конечно. Зачем сила так вот перебирать. Ну, просил и купил мне краски. Вот я рисовать. Я пошел купил ее. Какой благодетель, да? Такие. Ой, а Катя на настоящий день куплюсь по этой сработке. Благодетель. Чем я бежал, купил краски, как и надо. Постоянно купил албомы, прям такие сычки краски. Не было такого, что он меня там попрошил. Он сказал, я купил. Я Катю вообще влюбился. У нее такая девочка классипотечная. Вежливая такая. Очень. Мастерица на все руки. А я как бы попал только в зависимость. И отпустить их боялся. И вот. То же такое положение оказалось нехорошим. Убить я их не мог. Отпустить, как тоже боялся. Он еще заложников оказался. О, это он еще заложником оказался. Ну да, абсолютно, конечно, у него перевернутое мышление. И они страдали, и я страдал, товарищ. О, что такое? Пиздец. Это просто пиздец. Любовь вообще. Ну, любовь, инстинкт. Как вы поняли через год, что вы, как вы говорите, влюбились? Ну, так тут душа к ней лежала больше, чем калене. Не знаю. Я такая вежливая девушка. Очень добрая, вежливая. А в чем выражалась? Ну, почему вы хотели ее отпустить или вы хотели, чтобы хорошее есть? Шоколадки, покупала там все такое. В дом водил ее. Гуляли мы сейчас. А вы не прослеживаете в этом небольшой элемент, как некоторые родители воспитывают детей. Ты ведешь себя хорошо, хорошие оценки получаешь? На тебе шоколадку. Ты же хороший мальчик. Ты сегодня помог убраться? Молодец. Ммм, ты шел донатик, надо прочитать. Кирилл. Кирилл, спасибо за донатик. Большой респект. Ну, я так понимаю, концерт Миши Джигли прошел просто экстра-мега-великолепно. И, как бы, возможно, то, что меня там не было, сыграло, как бы, свою роль, да? Вот, может быть, я... Вот меня не было, и все случилось хорошо. На тебе, посмотри телевизор. И он не откуда-то взял. Это определенная модель поведения, всем мы родом из детства. Он откуда-то эту модель, что есть любовь, переложил. И в некоторой степени он же не про отношения женщины и мужчины говорит. Не ухаживают среднестатистические мужчины только шоколадкой, да, вот если спросить. Он же рассказывает, как вот, как с детьми. А так вот с девочкой все, вот все дни рождения, ихние, мое, все праздники, 8 марта, Новый год, все вместе отмечали. Они мне список давали, что купить, готовить. Отмечали там, в булке? Да, да, да. Ну, я один раз с кем зашел, а потом так, они там, а я отдельно здесь. Ну, вы понимаете, что они это делали помимо своей воли? Или вам была важна иллюзия, что вот у вас семья, что у вас праздники? Ну, так да, ну, праздник им тоже было приятно. Они все готовились, старались все это. Ну, вы же понимали, что они это делают, потому что у них нет другого выбора. Ну, выбора, конечно, не было, но им приятный был день рождения, отметить Новый год, там, 8 марта. Ну, да, конечно, он вообще, ну, он, скорее всего, не сдали, ну, да, что тут сказать, ему задают вопрос, он на него не отвечает, он другое говорит, но... Хотелось, чтобы это были нормальные отношения, или вам именно нравилось, что это отношения, в которых она боится, она подчинена, она живет в заперти, или что-то? Она мне нравилась, как девушка, нравилась мне. Мне не важно было, что я ей не нравилась, главное, что она мне нравилась. А так мне... Я понимал, что она меня не будет, не полюбит, ничего у нас не будет такого. Ну, достаточно было того, что я ее любил. Было такое, чтобы женщина добровольно отвечала вам взаимностью. Ну, мне нравились девушки красивые, такие отчаянные, умные, красивые, ей мне нравилось. Жалкий лузер, просто жалкий лузер Который на молодых девчонках отыгрался Собчак сама похожа на психопатку Она не может в эмпатию А если сопереживания нет То какая к черту этика Вкус и прочее Всегда будет постмассовый шарпотребний Искренний Две ноль пятки Жигули Барна, респект за донатик Ну я думаю, что тут больше Не то что у нас Глупость, глупость вообще Она, вот Ксения Собчак На уровне своего успеха И заработков и так далее Она, как бы, думает И ощущает себя человеком, который может все Сложную тему я могу Вести корпоратив Я могу Выдвигаться в президенты Я могу, она все может И, кстати, мне кажется, в этом огромная проблема И боль Ксении Собчак заключается На самом деле, вот по сути, кем является Ксения Собчак? Кем? Я вот скажу вам Я вам скажу через После донатика Привет Сегодня у друга ДР Поздравь Руслана Кстати, он респектовал Тебе еще до минстрима Ты настолько гений, что он родился В день твоего стрима Кинь респект Тусовки ПДВ Антихайп Диман, спасибо большое за донатик Руслану респект Поздравления И большие приветы Я хочу сказать, что Ксения Собчак не является никем Она не профессионал И не является чем-нибудь значимым Ни в одной из областей Она, ну, то есть, не является никем Где она может быть? Что? Она специалистом Где может считаться? Она плохой журналист Она плохой политик Она Неэтичный человек Она, наверное Чем она занимается? Она рекламирует Мы видели, как она делает рекламу Эта реклама ужасна Это ужасно Эта реклама И она не знает, чем она хочет заниматься Возможно, даже Она Не хочет Так Больше Скорее зарабатывать деньги Или Дрючить свою медийность Как Просто Она ищет И не может найти себя Она Я туда сунусь Я тем буду Я буду политиком Я буду таким Я там буду Я там И то есть, она нигде Она не может Ни на чем сконцентрироваться Потому что Она бездарна И, в принципе, у нее У нее нет ничего настоящего Нет никаких настоящих интересов Для того, чтобы углубиться в одну тему Ее развивать И Как бы Стать Ну, условно, да Профессионалом Человеком Который Ну, как бы Мог бы чего-то достичь В каком-то из Из проявлений Вот этих Медийности Человек Она и там И там Она и ведущая Корпоратив Ведет Книжки Пишет Песни Пела И Она завидует Очень сильно Ольге Бузовой И думая, что Наверное, из-за того, что Ольга Бузова вроде казалась Простая девчонка Многие ее там Тоже в безвкусице Обвиняют Но она смогла добиться Как бы Вот это В своей музыкальной карьере Да Каких-то высот То есть, она там Скорее сейчас Как певица И Медийное лицо А Ксения Собчек Никто Она реально никто Она ничего из себя не представляет Она везде по верхам И мне кажется Это очень сильно Ее дрючит И вот она нашла себе Константина Богомолова Который Абсолютно Уверен в том Что он гениален Вот в своей среде И она им восторгается И думает Вот, вот Есть же великие люди Просто Она нашла себе Такого же Какого-то бездарного Самовлюбленного дебила Но который уверен А Ксения Собчек Ни в чем не уверена И она страдает Мне кажется Она реально Очень сильно страдает И ее просто ебет Что она Она никто Ксения Собчек Кто Все будут Все будут знать Что она Как бы ее Условно Крестил Путин И она Дочь Политического Человека Который Как бы Давал работу Солнцу Земли Русской Когда-то Понимаете И вот Это большая трагедия Мне кажется Ксения Мне кажется Я даже более уверен Ксения Собчак Она плачет ночами Она реально Плачет ночами Даже будучи Взрослой женщиной Она говорила Что Она типа Не хочет иметь детей И все такое Тому подобное Что детей не нравится Она родила ребенка И все равно Знаете Она даже пошла Через себя Она сделала то Что Ей никогда не нравилось И все равно Она никем не стала Как говорил Лимонов Про Путина Я вот сейчас скажу И одну вещь скажу Владимир Спасибо большое За донатик За последнюю студенческую соточку Я просто Рофлил Надеюсь Не обидел Лимонов Когда-то писал Книгу Против Путина Лимонов Против Путина У него есть Несколько Крутых книг Типа Лимонов Против Жириновского Лимонов Против Путина И там Я уже говорил Про этот тезис Который Лимонов Выдвигал Что Владимир Путин Плохой отец Мне кажется Ксения Собчак Плохая мать Вот Вот я на себя Беру Это заявление Она настолько Плоха во всем Что мне кажется Даже как мать Она плохая Вот такие девушки Не особо Такие некрасивые Они вот Ками сами Друзья Передаем за проезд Увеличиваем Полосочка Должна заполнена Быть Я ради вас Страдаю Они мне нравились Жалкий лузер Просто Это не маньяк А скопинский Лузер Виктор Мохов Жалкий Жалкий Ничтожный Чувак Которому Тупо Не давали И он Нашел Ничто иное Как Людей в рабство Захватить Отвратительный Мы гуляли Как на пикнике Там две девушки Было Со мной парень Был Но я заодно И стал ухаживать Такая красивая девушка Он говорит Виктор Руби Сук По себе Вот Это Пострашнее За ней ухаживай Если ты вдруг забыл Слово Апогей То напоминать А вот Если С точки зрения Болезненного Припадка То это Слово Хорошие слова Это Глупости Четы Богомоловых Чета Богомоловых Слава КПС Респект За 200 Реально Чета Богомоловых Это Звучит Реально Круче Чем Слово Пароксизм У меня Тоже Были Проблемы Детстве Невест В отношениях Казалось бы Я могу Дядя Шрам Но я Никогда Не пойму Это Ничтожество У него Нет Счастья Будь Он Проклят Дядя Шрам Все нормально Все Наладится Просто Надо Искать Своего Человека И все Будет Нормально Не переживай Я тебе Говорю Все Будет Заебись Паролочь Зачем Ты На Эту Ну Ты Не Послушала Его Грубовато Друзья Про Плохую Мать Грубовато Но Это Менее Неэтично Чем То Как Делает Фильм Ксения Собчак Вот Скажем Так Так Самых Самых Вот Это Желание Плюс Эротизированность Большая Скорее Все С детства Присутствующая Она Его По Другой Дорожке А Зачем Мне Взаимность Если Они Все Равно Меня Не Любят Но Я Хочу Значит Можно Что Силой Главное Чтобы Она Мне Нравилась Такое Потребительское Состояние Для него Вот Про Самцов Говорит Для него Самец С Красивой Молодой А Вот Обратно Взаимосвязи Нет Не Не Научен С Детства Не Передали И Природа Не Наградила Ну Да Он Инвалид Я Относился Хорошо Не Не Нравился Чем Ну Я Не Заводил Как Это Говорят Просто Крепуха Дерзких Отчаянных Но Я Был Спокойно Сюда Крепуха Просто Крепуха Он В детстве Был Подавлен Жесткой Матерью Отцом Который Тоже Не Подарок Был Когда Начался Период Полового Созревания У него Тяга К девушкам Пошла Но Будучи Придавлен Домашним Режимом Определенным Он Как Боялся Женщин Отвратительно Только По снегу Идет Просто Здравствуй Мама Правильно Условно Говоря И тут же Показывает Могилу Этой Матери Она Ни в чем Часть его Вины На нее Перекладывается Хотя Это Неправильно Это Манипуляция Вот Это все Эти Ходы Неправильные Это Некрасиво Так делать Это не так Создается Впечатление Что Нас Подводят К этому Но Это Кто Это Дел Режиссура Константин Богомолов Так Ты Мне Не Дождалась Нам Дали Суда Свидание На 5 Минут И Все Ну Там В окружении Человек Шести Ментов Так Мы Ничего Не Поварили Вид Что Что Натворил Вид Что Что Натворил Ну Все 5 Минут Что Там Скажешь Ничего Не Скажешь Так Рыдался Дело Вы С ней Разговаривали Когда Нибудь С мамой Про Сексуальное Воспитание Ну Мама Мне Всего Говорила Что Твое Не Женишься Уж Тебе Возраст Такой Что Твое Не Женишься Никак Я Что Никак Не Найду Подходящего Когда В принципе Уже Взрослый Мужчина Работоспособный Живет С мамой Это Всегда Такая Немножко Странность Согласитесь Может Вам Мог найти Вторую Половинку А Мать Вам Рассказывала О своей Жизни Отец Ее Бил Он Часто Напивался Шофером Работал Идет Пьяным Из Дома Ходил Ужасно Вот Эти Воссоздания Да Нейросети Это Конечно Жесть Падал Саму Ночевали Соседи Скандальный Был Там Очень Такой Можете Рассказать О вашем Первом Сексуальном Опыте Да Ебаный Брот Зачем Зачем Юрий Дудь В здании Давайте Кто Кто Глубже Спросит То Что Обычно Не задают Вопросы На Кое Женился Галиш Вот Первый Был Что То С кем Это Уже Было В браке У вас Да Да После Свадьбы После Свадьбы Конечно То 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 Мы Не знаем Даже Об Этому Настолько Бездарный Документалист Что Мы Не Знаем Что Там Как И Все Просто Пиздец Нет Дошадь Была В Подождите В 29 Лет У вас Первый Раз Был Секс Да В 29 Лет Знаете У вас Раньше Было Хорошо Подъебал Маньяк Ксению Собчак Ну Чуть Чуть Да Вот Катя В своей Книге Пишет В том Числе О том Пиздец Просто Что Несмотря На ваши Такие Вот Бога Юрий Ведуть официально Не худший Интервьер Это Факт Ну Это Известно Было Конечно Есть Похуже Есть Похуже Ну Что Подъем Это Фантазии Сексуальные Вы Очень В этом Смысле Ну Это Всегда Все Все Изнасилования Происходили В Миссионерской Позе Всегда В миссионерской Форме Я Не Извращенец Сейчас Я В туалет Схожу Извините Пожалуйста Да Конечно Зачем Это Оставлять На Монтаже Чему Это Подводит Позвращение Ты же мне рассказывал Что в жопу Попробовал их Ебать Не Не Ты сам Мне рассказывал Попробовал Не понравилось А теперь Говоришь Ни разу Ну нахуй Ты пиздишь Где я Сосань Хотела Продолжить Она Нихо Отказала Знать Погода Такая Хуенная Да Такая погода На улице Мы обсуждаем Ваши сексуальные Подвиги Вы В иллюзии Живете Что Три раза За ночь Это нормально Как комплимент Как Хорошо Она Раздрачивает Его Чувство Того Что он Силен Воспринял Это Засмущал Вот прям Это наверное Одно из самых Ярких Эмоциональных Реакций Это вот Что Женщина Привлекательная Женщина Похвалила Его Мужественность Потому что Его понимание Мужественность Это вот Сексуальная Она реально Для того Что Она Зачем Нужна Чтобы Хвалить Возможностей Поздно Раньше Начинались Сексуальные Отношения Не то Что Сейчас Раньше Такого Не было Давай Ксения Начинаю Почему Так Поздно Падение Нравов Моральное Росление Сейчас Да Сейчас Сейчас Иду В первую ночь Переспал С девушкой Раньше По год По два А я Раньше Похитил И все Опять Ходили Только Вот так Целовались Обнимались Такого Не было Раньше Это лучше Так Было Наверное Лучше Вы Свою Сексуальную Зависимость Ощущаете Я Не Являюсь Сексуально Забоченным Обыкновенно Такой Как Все Ну Как Вы Даже Описывали Первую Ночь У вас За ночь Три Раза Секс С Разными Женщиками Исследования Природы Почему Человек Так Делал И что Он из этого Вынес Или не Вынес Сводится К тому Что Ксения Собчак Спрашивает Сколько Раз За ночь Условно Может Человек Это Просто Пиздец Блядь Это Просто Пиздец Честно Вам Нравится Механический Секс Лежит Женщина Как будто Она Там Мертвая Как Бревно Молодая Девушка Красивая Молодая Чем тут Бревно Мертвая Чего Такого Доставлял Удовольствие А как Куклы Резины Покупают Турак Ничего Не знаю Мне кажется У многих Мужчин Не встанет На резиновую Куклу Я хочу Попробовать Купить Узнали О том Что Маньяк Очень Купить Куклу Ксения Собчак Про Био Ну Молодец Слушайте Быть Такой Как Ксения Собчак Конечно Нужно Но Она Опытная С другой Стороны Чего ей Стесняться Она Столько лет Торгует Ебалом Своими Зарабатывает Много Денег В принципе У нее Она Я думаю Что она Страдает По поводу Того Что она Ничем Ничего Из себя Не представляет Но Она Не страдает Угрызениями Совести Или Сомнениями Точно Пока Секс Вот И Любви Все Возрасты Покорны Где Разговоры О Порнографии И Любви Все Возрасты Покорны Ну Вот Для него Это Не сексуальная Забоченность Это Жизнь Любовь Это Чувство Где Вы Вообще Планируете Искать Женщин Вот Вы Говорите Я бы Хотел С кем Попадется Мы Следуем Падение Ксении Собчак Это Ужасно Это Слушайте Смотреть Как Бездарная Каким Бездарным Человеком Является Ксения Собчак Это Опыт Это Опыт И мы Все Получаем Его Сейчас Мы Получаем Его Сейчас Это Ужасно А Это Она Ужасно Не потому Что Она Сделала Интервью С таким Плохим Человеком А Каким Образом Она Сделала Это Как Ничего Важного Реально Не задано Практически Ксения Собчак Ужасно Ну Вы Понимаете Как Разговор Двух Неполноценных Людей Это Факт Есть Такие Женщины Есть Такие Женщины Которые Возбуждают Наоборот Скажем Маньяк А Есть Такие Женщины Кого Кто Уже Может Быть Проявил Внимание Сказав Что Маньяк Как Маньяк А Вот Кива Вот Ваш Ксения Антоник Вы Смотрите Что Написано На Кне Ксюха И Сердце Зависовано Вот На Однокрани Кто Кто Из Крыш Прыгает Просто Пиздец Вы На Этом Планируете Да Очень Привлекает Можно Посмотреть Что Это Да Это Я Приобрался Камакулатура Слушайте У вас Здесь Опять Какие-то Массажные Салон Нет Не знаю Какие Старые Журналы У вас Везде Голые Женщины Ну Реально Человек Психически Нездоров И Озабоченный Почему Так Ёбаный Анальник Почему У него Комфорки Горят Все Чтобы Тепло Было Дома Холодно Целый Журнал А вы Звоните Да Нет Это Какой Год Это С тех Времен Еще Да Да Ой Сталин У вас Здесь У вас Голые Женщины Сталин А как вы Кстати К Сталину Как Положительно Конечно Положительно Как иначе Очевидно Ну да Посмеялось И Теперь Показывает Жертв Прокололся Во первых Поставил им Телевизор Ну вроде Первая Программа Там Вторая Но в один Прекрасный момент Они повернули Ручку Телевидения Что Решил Как говорится Их судьбу Они потом Поняли А там Телекомпания Верда Город Скопин Как говорится Приехали То есть Они поняли Что они Находятся Скопине А потом Мохов Сделал Вторую Ошибку Он Им Решил Мозговую Деятельность Их Активизировать И взял Пачку Журналов Скопом Своих И отдал Туда И вниз Читайте Дорогие И там Оказался Журнал По иронии Человек и закон Сейчас помню 1982 Года На обратной стране Как всегда Почтальоны писали Улица Октябрьская Дом 18 Мохов Виктор Васильевич И они Ему И Зболкнули Что они Уже Знают Что он Мохов Виктор Васильевич И находится Не в Скопине То есть Прикинулись бы Дурами Могли бы Спастись Раньше То есть Я вам скажу То что Нет в материалах Дела Но он Беседовал С моим Человеком Оперативником Ну вот Он говорит Я бы Хотел Отпустить Я понял Ситуация Вот она Ну как Сейчас их Отпусти Они же Знают Где Чего Как И меня Посадят На много Лет Вот что Делать Дальше Вот Вот так Вот убить У меня Даже мысли Такие Возникали Вот как Эту ситуацию Разрешить Она Неразрешимой Ситуация Оказалась Нормальной У меня даже Были мысли Залить Бетоном Это все И забыть Вот Были Такие мысли Но Чтобы совершить Убийство Его нужен Характер Ну он Совершал Насилие Каждый день Во многу Раз И тут Конечно Сложная Вещь Ты знаешь Что он Сказал В какой-то Момент Следователю Что у него Была мысль Залить Просто Это все Бетоном Там Где Вы сидели Нет Я первый раз Слышу Ну А почему Он Тебе Сделал Кстати Я тоже Об этом Подумал Немножко То что Она Берет В руки Все эти Журналы И предметы С полным Равнодушием Говорит О многом Имплант Улонов Спасибо Что за Донатик Да Я тоже Подумал Это же Отвратительно В принципе Находиться Рядом С этим Человеком Трус Может Быть Может Струсил Где-то Недели Две Они Прожили Я им Продукт Носил Что там Алькошили Потом Через Две Недели Думаю Надо От них Отделаться Вот Кать Зашел Там Веревочку Взял Продушить Хотел Кать Там Доколение Упала Встал Плак В общем Делай Этого Ну я Посмотрел Я так Я понял Что не смогу Это сделать В самом Начале Когда вы Там сидели Когда он Решил С его Слов Когда он Пришел С веревкой Да Собирался Тебя Удушить Ну я Кстати Вот первый раз Сейчас слышу Что он Правда Хотел Убить Я Да Это Очень Конечно Тяжело Я помню Да Он Спустился С Вот Этой Веревкой Тонкая Белая Бельевая И Я поняла Ну точнее Я подумала Зачем Веревка И Просто Кинулась На колени Шейхи Надо оживить Волка Ммм Топовый Данай Кстати 500 рублей В данный момент Книга Нашли Нашли Патологические Проблемы Или нет Или нет Какого-то Экспертной Оценки Этого Всего Не да Ну это Абсолютно Бездарное Шоу Снятое Ксении Собчак Это можно Назвать Только что Шоу И Начала Молять Чтобы он Меня Не убивал Я не помню Что я говорила И он сказал Встань Взял мою руку Привязала И мы поднялись Наверх В гараж И я Вот Впервые Слышу Что он Хотел Ну то есть Видишь Видимо На каком-то Зверином Ощущении И ты это Почувствовала И он Да Вот По его версии Это был Переломный момент Когда он Понял Что Вот Как бы Не можно Это сделать Ксения Собчай Жизнь Не сложилась Ведь ты мог Найти Столько Женщин Бесхозных Там Хоть Какой-то Там Алкоголь Ооо Следователь И Человек Душегуб Потому что Он душегуб Бил Холиков Находит Да Ну ты же Особого Не пил Даже Так Ты плохо Сделал Девчонкам Плохо Сделал Своим Детям Да Они Как Сдай бог Чтобы они Не узнали Понимаешь Ты плохо Сделал Матери Своей Которые Вот Я с ней Разговаривал У нее слезы На глазах Стояли Она Просто Причитала Зачем 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 Он Так Створил Ну Как Представь Тем Более Назад Не Вернешь Нет Ты Просто Вот Чтобы Другие Этого Не Делали Ты же Откуда Насколько Помню В этой Вятские Поляны Да Мужик Когда Этот Швейный Цех Сделал Оттуда Взял То есть Это Он еще Где-то Вычитал Скажем Так Понятно Больше Трех Лет Рыл Этот Подвал Мы Об этом Вообще Не Знаем Как Он Готовил Это Все Как Это Было Возможно То есть Как будто Просто Он Похитил Их И Все Никаких Ну То есть Экспозиции Нет Того Что Этот Человек Делал Зачем И Как Мохова Погубила Его Любвеобильность В Какой-то Момент Он Объявил Пленницам Что Приведет В бункер Третью Девушку Она Была Его Квартиранткой В Операции По Ее Соблазнению Была Задействована И Катя Мы Пили Гуляли Потом Катя Записку Под Кассеты Положила Что Они Лишь Находится Я их Удерживаю Действительно Через Несколько Дней Вот Эта Девушка Находит Записку Но Она Этой Записке Не Верит Она Не Идет Ни В Какую Полицию Это Записки Никто Среди Полицейских Не Видел Но Она Рассказывает Об этом Своей Подружке Ну А дальше Уже Начинается По цепочке Там Это 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 Следующему И До До Рязани И В Дело Просто Реально На Слухах Это Все Как раз Оперативники Которые Со мной Работали По Бандитским Делам Труда Проверить Вот Это Желание Работать И Делать Хоть Что Либо Кроме Как Заполнять Палочную Систему Перед Начальством Выслуживаясь Раскрыть Преступление Это Игра Это Творчество Это Театр Можете Мне Примерно Восстановить Потому что Вот Я Представляю Человек Понимает Что Он Сейчас Присядет На Очень Долго Сознавшись Ну Звонят Звонят Так Пожалуйста Там Контор Вот Нам Нужен Экскаватор Нам Нужен Бульдозер Вот Да Мы Сейчас Будем Сносить Тут Гараж Будем Копать Таким Делаем Скажем Что Он Понимает Что Будет Сделано Будут Копать Ну Копайте Ну Копайте Но Он Понимает Что Если Будут Копать То Эти Девочки Погибнут Соответственно Будет Еще Хуже Ну То То Если Он Испугался Того Что Они Погибнут Тогда Будет Для Него Интересная Кстати Логика Того Что Они Его На Испуг Взяли Хотя Это Нелогично Если Он Настолько Уже Гад То Может Ему И без Ранец Погибнут Они Не Погибнут Да Уже Понимаете То Есть Методика Работы Следствия Пиротенков Это Убедить Преступника В том Что Ему Надо Сознаться Потому Что Если Он Сладит Будет Еще Хуже А Где Ой ужас Какой ужас Тихо Лена Самохина Принципиально Не Общается Журналистами Хочет Вычеркнуть Из жизни Те Годы А Вот Катя Мартынова Охотно Дает Интервью И Даже Написала Книгу Воспоминания О тех Событиях Люди По-разному Переживают Да Я Решила Публично Об этом Говорит А Ты Пыталась Объяснить Почему Ты Это Делаешь Что Ты Хочешь Помочь Другим Женщинам Которые Находятся В такой Ситуации Что Ты Хочешь Об этих Историях Чтобы Знали И знали Что Жертва Не виновата Да И Вообще Молчать Это Значит Смириться Я Как-то Не успела С ней Об этом Поговорить Я Искала Полтора Года Назад Номер Телефона Просила Общих Знакомых Но Мне Не дали Скали Что Она Не Хочет Со Мно Общаться Ты Так Говоришь Как будто Удивительно Как будто Ты Уже Привыкла Что На тебя За это Нападают Да То есть Ты Как будто Считаешь Нужным Оправдываться Было Очень Много Запросов На Интервью И Наверное Ну Процентов 70 Вот Да С таким Напором На меня Что Как Вообще Вы Там Жили А Как У вас Так Получилось Выжить А Может Быть Ну Да У нас Люди Каждый По-своему Не Тичен Кто Какие Вопросы Задаст Не в Тему И Не Это Лишь Бы Для Того Чтобы Удовлетворить Свой Какой-то Шкурный Интерес Что-то Не Договариваете И Ну Я Вот Мы Себя Не Можем Представить На Вашем Месте То Я Просто Я Умру Там И Да Мне Приходилось Все Отвечать Ну Как Это Ну Вы Не Можете Просто Закрыть Глаза И Умереть Это Нужно Либо Она Еще Должна Им Объяснять Как Она Соизволила Выжить Да Ну То 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 Беспордонность Она Всегда Присутствует Люди Очень Просто Могут Себе Позволить Как Ксения Собчак Как Юрий Дудь Они Беспордонно Задают Вот эти Вопросы Которые Кажутся Им Нормальными Потому Что Если Вдруг Звезда Пришла Условно Тогда Можно Спросить Про Член Или Сколько Ты Заработаешь Это Глубоко Какое Я Не Понимаю Откуда Это И Почему То Ли Этих Людей Не Воспитывали То Ли Это Глупость Но Беспордонность Наших Людей Она Просто Нас Я Так Скажу Беспордонность Нас И Вот Эта Нечуткость Она На высшей Степени Какой Это Находится Просто На Апогее Собой Сделать Или Ну Просто Продолжать Жить Даже В таких Условиях И Очень Многие Люди Не Понимают Да И Не Могут Наверное Поверить Может Быть Даже Так Ужасно Вы Представьте Что Эти Все Вопросы Этой Девушки Задавали Много Много Раз В Разных Вариациях И В том Че Ксения Собчак Я Написала Книгу То Я Написала Сначала Рукопись И Писала Для Себя Чтобы Ну Наконец-то Отделить Себя Вот От Этой История Мне Было Тяжело То Есть У меня Были Воспоминания Какие-то Кошмары Мне Снились Я Понимал Что Человек Выйдет Из Тюрьмы В Скором В В В Моя Жизнь Она Как-то Вокруг Вот Этого Всего Я Была Счастлива Я Сейчас Сейчас Я Счастлива Но Я Не Была Спокойна Вот Сейчас Я Более Менее Как Б Спокойна Потому Что У Мои Цели У Пришел Донатик Привет Андрей То есть Конечно Здравствуйте Здарова Андреевич Как Объяснить Что При Полной Нелюбви К Романтичным Песням Моя Любимая Композиция Гения Замы Париж Уважение По Кайфу По Кайфу Запрещено Уже А Это Говорит Нелюдь Мне Кажется Потому Что Это Неромантичная Песня Это Панк Песня Которая Заключена В Обертку Обертку Раскручиваешь Оттуда Сидвишес Вылезает Уже Какие-то Достигнуты Но Сейчас Ты Выговорилась Сейчас Это Уже Миссия Твоя Да И Я Вот Сейчас Работаю Над Фондом Где Будут Мы Будем Поддерживать И Защищать Женщин Которые Пережили Насили Я Не Согласен С Тем Что Он Маньяк Он Не Маньяк На На мой взгляд Нет Ну вот Кстати Вопрос Да Что Есть Маньяк Что Такое Маньяк Вообще В принципе Слово Ну Неправильное Оно Отводит Оно Как Ужасти Как Страшилку Делают Нужно Ну Как Смотреть На Вещи Как Назвать Вещи Своими Именами Как Б Может Быть Называть Словом Монстр А не Маньяк Да Но Это Слово Какое-то Не Имеет Уже Смысла Он Просто Придурок Ну Проще Мужчины Женщинами Живут Половой Жизнью Да Даже Это Официально Эти Браки Заключает Но У него Другая Форма Он Нашел Женщин В принципе Молодые Лучше Чем Как Старые Да Вот И он Вот В такой Форме Извращение Извращенная Логика Он Думает О себе Что Что У меня Получилось Ну Да Ну Люди Живут Там Дом В домах А у меня Вот Я себе Оборудовал Такое Там Дома Мама Там Я Куда Приведу А я Себе Ну Он Мог Сделать Там Дачку Вверх Да С окнами Он Сделал Я Раньше Много Смотрел Инвестиг И он Дещавер Били Момент И когда Жертв Держит Более Десять Лет Так И они Убегали Оттуда Но Возвращались Обратно Ведь Уже Минуту Много Жертв Находится В таком же Подвале Надежда Граема Надеюсь Спасибо За Донатик Надеюсь Не Находится Все Таки Хотелось Буду Думать Такую Дачку Бетонную Вниз Без Окон Ну Вот Я Сделал Себе Я Там Отдыхал Да Он Конечно Человек Извращенных Извращенных Представлений Мне Захотелось Потянуло Там Рисовать Какие-то Может быть Дома Которые Ну Вещи Которые Есть На земле Людей Потом Я рисовала Очень много Женщин Обнаженных Женщин У меня У меня Была Психологическая Защита Рисовала Можно Сказать Для Вот Него Для Мохова Представляла Что Это Не Я Лежу Там В зеленой Комнате Одна Из Моих Такой Обращалась Этими Рисунками Что Это Не Ты А Вот Эта Девушка Там В том Числе Мужчина Иногда Похожий На Мохова Всегда Сидит Брюнет Девушка Блондинка Такая Какая-то Другая Это Была Моя Какая-то Защита Я не знаю Если бы Если бы Я Не придумала Такой Способ То Возможно Мне было бы Гораздо Труднее Все это Переживать Ты перестала Рисовать Когда ты вышла Да Я перестала Ты больше Не рисуешь Нет Только День Друзья Топовый Донат Данный Момент 500 рублей И Этот Донатер Получит Книгу И Вот этот Лавровый Венок Легендарный Из клипа Одинокое Пламя Хотела Получить Эти рисунки И Мы Специально Привезли Сюда Человека Который Хранит Встреча Хороших Людей Спасибо Что Спасибо Спасибо Что Сотрани Дядечка Хороший Следователь Этот Мало Вопросов Нормальных Задано Этому Человеку Это Провал Это Бездарная Ксения Собчак Бездарная Команда Вы не Скучаете По Кате По Кате А как Скучать По ней Мои Чувства Не Охладели То есть Вы ее Продолжаете Любить Да И Вы бы Хотели С ней Быть Вместе Вместе Не Получится Так Встретить С ней Можно Было Поварить Конечно Вы бы Хотели А если От нее Зависит Вы же Хотели С ней Поговорить Нет Я Хотел Не Прощение Просить Давайте Я Запишу На Телефон Что Зачем Это Делать Я Букат Просил Прощения Зачем Это Делать После Выхода На Свободу Мое Первое И Главное Желание Попросить Прощения У Потерпевших Вот Катя Пожалуйста Прости Меня За Те Мучения Страдания Которые Тебе Пришлось Пережить По Моей Вине Я К Тебе И К Лени Относился Всегда С Уважением Вы Прям Как Из Протокола Ну Да Менты Ему Сказали Так Зачем Нет Ты Не Хочешь Смотреть Ужасно Конечно Нет Ты Знаешь Что Он До Сих Пор Хочет Встретиться С Тобой Да Ты Знаешь Я Знаю Но Я Не Понимаю Зачем Отвратительно Он Просил Прощения У Тебя В Тебе В В В Тебе Что Он Раскаивается Нет Конечно Ксения Собчак Это Конечно Талант Это Реально Талант Быть Так Бездарно Плохое Слово Бездарно Тысячу Раз Уже Повторил Снятся Сны Страшные Нет Никогда Кошмаров Нет Нет Вы В Бога Верите Нет У меня Свой Бог Какой Атеистия То Есть Вы Думаете Что После Смерти Ничего Не Будет Нет Ничего Не Будет Ада Нет Ада Нет И Рая Нет Жесть Конечно Просто Философский Конец Философский Конец Просто Максимально Клевый Да 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 Друзья Мои Это Было Это Было Странно Я Вот Так Вот Скажу Да Что Сказать Конец Подводит Тому Что Как Этот Человек Не Верит В Бога Поэтому Он Совершал Такие Подлости Низости И Нехорошие Вещи Какой Вывод Какой Это Вот Это Не Знаю Это Фильм Как Пиар Этого Человека Как Его Основная Суть Что Запомнится Что Он До Сих Пор Сексуально Активен И Может По Многу Раз И Как И Раньше Мог Вот Это Все Что То Что Нужно Было Нужно Было Скрывать И Не Показывать Не знаю Конечно Ксению Собчак Не Нужно Обвинять В том В том Что В том Взято Именно За То Что Взято Интервью Конечно Каким Образом Вопросы Не К Теме А Вопросы К Тому Насколько Или Не Вопросы Наверное Никаких Вопросов Не Нужно Ксении Собчак Задавать Все Люди Давали Эти Давали Разговаривали С ней Добровольно И Тут Скорее Нам Мы Просто Можем Увидеть Насколько Бездарные Люди Могут Испортить Важные Темы И Возможно Это Видео Нам Покажет Насколько Низкий Культурный Уровень На Современном Ютубе И Очень Медийных И Богатых Людей Вот Что Он Может Показать Про Ксению Собчак Больше Сказать Чем Про Всех Других Людей Наверное Вот Так Вот Морально Или Неморально Наверное Разговаривать Можно С Любыми Людьми Да При Определенных Условиях Тем Более Условно Юридически Он Свой Срок Отсидел Вышел И Скажем Так Чисто С точки Зрения Государственной Машины Он Своё Скажем Так Получил Наказание Своё Получил Это Ну Его Пример Показывает Что Система Исправления Наказаний В нашей Стране Не работает Он Конечно В конце Сказал Что Я Извиняюсь Там И так Далее Но Это Выглядело Неискренне Как-то Надуманно Как-то Натянуто И Все Тому Подобное И Это Горит О том Что У Нас Не Работают Институты Которые Базовые Должны Работать Собчак Сняла Видео Чтоб Вызвать Резонанс И Чтоб Власти Смогли Принять Закон Не брать Интервью У Заключенных Мне Кажется Это Многоходовка Против Полит Заключенных Топовый Донат Перебивается Константином Константинопольским Клеит Сердца Константин Ты становишься Топовым Донатером В данный Момент Если Кто-то Хочет Перебить Донат И Получить Книгу Которая Позволит Вам Посадить Что-то Возможно Даже Маньяка Поэтому Вы Должны Перебить Донат 20 24 До сих Пор Не Играла Но Кто Знает Надежда Я думаю Я заметил Что Жертва Испытывает Отношение К нему Отвращение Пиши Грамотно Бро Подонки Уже Не в теме Спасибо за Донатик Константин Топовый Донатер Вот Вот Вика 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 Виктория Написала Что Собчак Сняла Видео Чтобы Вызвать Резонанс Чтобы Власти Смогли Принять Закон И Брать Интервью Заключенных Многоходовка Против Политзаключенных Слушайте Я Ничему Не Удивлюсь Ну Конечно Вряд ли Ксения Собчак Настолько Сложная Выполняет Настолько Тонкие Политические Заказы Но Самое Интересное Что Собчак За это Ничего Не Будет А Если Бы Это Сделал Кто Нибудь Другой Кроме Собчак То Этому Человеку Было Было Намного Сложнее Бороться Система Ну Собчак Ну Предадут Ее Очередной Раз Астракизму Да Очередной Раз Скажут Что Собчак Дура Там Хайпится Хайпится Отвратительное Слово На том На чем Нельзя То есть Скажут Опять Не то Что Должны Говорить И все Ей все Сойдет С рук Никто Ничего Не может Пределить Себе Собчак Она Богом Помазанная Вот И Вопрос Такой Что Через Другого Человека Был бы Намного Больше Спрос И Возможно Даже Против Него Бы Что То Попытались Там Возбудить Вот Вот Я так Вижу И Ксения Собчак Конечно Отвратительно В этом Она Отвратительна В том Что Она Обладает Неприкосновенностью Ну И Срань Столько Слов Наговорили Суть И Никакой Что Хотела Донести Этим Виде Не Ясно Наверное Не Вообще Непонятно Что Дед Ебется Круто Девушки Пишите Вадик Реально Как будто Девушки Пишите Дед Еще В силе И так Далее Ой Ужас Просто Ужас Когда Совместная Реакция Стаса Май Как Просто Или Новые Подкасты С Кузьмой Таджик Таджик Дворник Спасибо Большое За Донат Просто Вадик Спасибо Большое За Донат Со Стасом Нет Таких Планов Кузьма Не Звал Поэтому Приходится Отдуваться В Одного Вот Так Вот Но В пятницу Будет Верзус Со Славой КПСС Друзья Мои Верзус Аноним Анонимный Донат Просто Респект И Спасибо Не знаю Друзья Можем Посмотреть Для Давайте Можем Посмотреть Что-то Еще На канале Ксении Собчак Недолгое Да Или Можем Посмотреть Видео Веронике Степановой Как Не стать Жертвой Маньяка Чтобы Абсурд Увеличить До Конца Чтобы Как Спастись От Маньяка Как Усыпить Его Бдительность Если Вы хотите Веронику Степанову Давайте Посмотрим И Попередаем За Проезд За май Вернули Долг Кидаю Скажи Что думаешь О Пельвине Какие Книги У него Нормас Каких Авторов Посоветуешь Диман Большое спасибо За донатик Пелевин Мне нравится Мне нравится Книга Которая Была Написана Чапаев Пустота Классная Потом Мне нравится Из каких-то Последних Условно Какого-то Современного Мне нравится СНАФ Но он уже Вышел Наверное Лет 12 Назад Но Мне нравится Или 10 Мне нравится СНАФ Прикольная Мне кажется Очень прикольная Одно из лучших Его произведений Интересная Лирическая Тема Прикольный сюжет Герои Странные Биологист Просто присылает Топовый Донатик Но Есть вопрос Большое спасибо Кис Биологист Но Для того Чтобы был Топовый Донат Надо сделать Что-то Выше Тысячи Рубля У нас Два Топовых Донатера Друзья Мои Друзья Мои Вероничку Великая Женщина Меньше Чем 3 Меньше Чем 3 Спасибо Большое Друзья Мои Спасибо Большое За Донатики Кому То Нужно Прислать Тысячу Больше Чем Тысячу А Возможно Даже 20 24 Чтобы Играло Чтобы Было По Кайфу Давайте Посмотрим Вероничку Дайные Виды На Гору Фудзи Я Не Читал Я Читал Что-то Из Последнего Белевина Начал Читать И Мне Нифига Не Понравилось Мне Кажется Друзья Мои Пелевин Давно Уже Давно Исписался И он Просто Тиражит Тиражит Своё Как бы Искусство Наверное Делает он Высококачественно Но Это Реальный Тираж Это Реальный Тираж Поэтому Венок Сделан Из Ветвей И Покрыт Золотом Друзья Мои Топовый Донатер Получит Не Только Книгу Но И Венок Покрытый Золотом Давайте Смотреть Вероничку Что Может Быть Давайте Голосовать Кто Кринжовья Вероничка Или Ксения Анатольевна Собчак Азгар Каримов Если Ты Задаешь Вопрос Тогда Там Должен Стоять Вопросительный Знак Вероничка Давай Ты Должна Победить Победить Ксению Анатольевну Собчак В этом Кринж Состязании Друзья Если Кринж Состязании Были Тогда Неизвестно Кто Бы Мог Победить Давайте Подумаем Давайте Попросим Итак Как Вести Себя С Агрессором Как Усыпить Его Бдительность И Быстренько Сбежать Все Жесть Класс Кстати Это Видео Которое Вышло 23 Января Вероничка Просто Предсказательница Мы возвращаемся Вы помните Что Первые Стримы Были Когда Были Первые Стримы Мои Самые Мы Вероничку Смотрели Немножко Давайте Женщина Вы Должны Дать Атаку На Ксению Собчак И Победительница Из Вас Получит Статус Криншка Века А Топовый Донат Должен Быть Перебит Потому Что Пока Непонятно Кто Топовый Донатер Два По Тысяче Под Агрессором Я буду Понимать Все Подряд Маньяков Похитителей Террористов Драчилок Педофилов Драчилок Это Ужасно Вы То есть Тема Ужасная Но Как ее Подала Ксения Превратила Эту Тему Просто Ну В Ну Тему Не превратила Но Она Это Сделала Настолько Кринжово Настолько Бездарно И Неталантливо И Не Не О том Что Вот Я сейчас Смотрю Вот Это Вот И Оно Ничем Не Хуже Просто Госпожа И Прочих Значит Мужиков Кстати Похитителями Бывают Не только Мужики Женщины Кстати На самом То Деле Значительно Меньше Правда Маньячик Женщин Значительно Меньше Маньячик Женщин Значительно Меньше Говорит Нам Надеюсь Сеня Собчак Не Маньячка Это Моя Будущая Жена Глебсон Респектик За Донатик Ну Слушай Твои Как Бы Я Тебе Сочувствую Значит Пару слов О превентивности Про Предохранительные Меры Вспоминайте Вот этот Случай Ну Он Конечно Был Не так Сказать Чтобы Давно Ну В любом Случай Вы Наверняка Знаете Что Это За История Как Две Девочки Сели В Машину Вот Кстати Она Тут Все Склеено В Одно Поэтому Мужичок Собрался Подвозить Говорят Девочки Давайте После Дискотеки Я Вас Подвезу Предложил Им Выпить Они Выпили И Проснулись Уже В Подвале В котором Они Провели Четыре Долгие Года Напишите Поправьте Меня Четыре Они Или пять Лет Провели Они Детей Рожали В этом Подвале И Детям Они Подбрасывали Записку О том Где Они Находятся Что Они Закрыты В Подземелье И так Далее Кстати Вот Про Подземелья Почему В Америке Это Еще Очень Активно Распространено Не Только Потому Что У них Там Больше Каких Шизиков Хотя И Поэтому Тоже А Потому Что У них Так Много Частных Домов Чем Тут В Америке Это Российский Этот Я Думаю Что Там Просто Она Сейчас Объяснит Все Я Понял Каждый Второй Американец Живет В частном Доме Если Не Каждый Первый Соответственно Если Не Каждый Первый Если Ты Американец У тебя Частный Дом Сука Ебаная Капиталистическая Гадина Самый Маньяк Живет В своем Частном Доме И Представляете Ну Это Раздолье Для Маньяка Это Свои Гаражи Свои Подвал Просто Жесть Это Уровень Того Как Она Ткет Логическое Полотно Ксении Собчак Ничем Вообще Не Уступает Конечно Если Дом Значит Есть Подвал Гараж А значит Ты Туда Можешь Кого-то Захватить Что За Ужас Делай Что Хочешь Вот Он Живет Себе На Отшибе Купил За Я Не Знаю За Десять Тысяч Долларов Домик Ебаный Надо Запретить Вообще Все Дома Мы Запретим Дома Частную Собственность И Тогда Тогда Ничего Этого Не Будет Андрей Андреевич А Вам Больше Молох Нравится Или Телец Кот Бадон Спасибо За Донатики Мне Такие Плохие А Я Почему-то Прочитал Мохов Молох Или Телец Ты Мне Скажи Молох Это Где Про Гитлера А Телец Это Про Сталина Мне Знаешь Что Больше Мне Мне Больше Всего Понравился Солнце Вот Так Вот Из Трилогии Мне Понравился Больше Солнце А Вот Эти Два Молох Телец Мне Не Понравились Это В лесу На Пушки Никто В жизни Никогда К нему Не Приходит Не Проверяет Что У него Там Творится Правда Это Очень Легко Дальше Также Очень Легко Запрыгнуть В Этот Частный Дом Какому Нибудь Соседу Выкрасть Там Всех Этих Детей Или Перерезать Всем Глотку Почему Здесь Просто Прямая Логика Просто Женщина Великолепна Почему Кстати Говори Я боюсь Частных Домов Я Вот Все Рим Спрашу Вот Она Почему Она Боится Частных Домов Потому Что Она Выросла В Хрущевке Девочек Кто У меня Там Живет Как Вы В Них Живете Кто Там Залезет Вот Этот Первый Этаж Кто Тебе То есть Когда Сложно Себе Представить Чтобы Маньяк Поднялся Там На 17 Этаж В Многоэтажном Доме Вот И Все Просто Логика Это Бомба Друзья Мы Это Бомба Мы Нашли Человека Который Не Хуже Чем Ксения Собчака Может Ей Пик Который Строит Многоэтажки Она Говорит Ну Как Б Б Многоэтажки Можешь Как Про Инфлюенсить Она Говорит Ну Ладно Я Про Маньяков Видео Сниму Короче Типа Вот Если У У Свой Дом То Туда Может Залезть Маньяк Через Первый Этаж А Если Ты Живешь На 17 Этаже 23 Этажного Дома То Маньяк Тебе Хуй Заедет Клетки Живет Опять Соседи Зашел Во-первых Внизу Зашел На 15 Этаже Дальше В России Обычно Стоит 2 2 3 Двери Там Или Даже Железные Как Вероника Степанова Вы говорили Живет Где-то В США Говорит В США Она Живет Я Не знаю Просто Плох Знаю Какую Судьбу Человеческую Все Будет Пилить То Пробраться Маньяку В Квартиру Значительно Сложнее Понятно Он может Притвориться Электрогазосварщиком И все Такое Но все Равно Электрогазосварщиком Притворился Проник В дом Ебаный Врод Простите Пожалуйста Люди Ну Вот Люди Страдавшие В прошлом Видео Да Пожалуйста Это Не насмешка Это Насмешка Над людьми Которые Вещают Вот эти Вещи Намного Проще Сделать В частном Доме Особенно В Америке А у них нет Этих Заборчиков Вы знаете Все Мне кажется В Штатах Живет Поэтому Он так Про Америку Постоянно Рассказывает Открыто В Майами Живет Русская Эммиграция В Майами Дверь с ноги Открывается Она вот такая Картонная Пнул Зашел И изнасиловал Кого Ужас Короче говоря Прекрасно Понимаете Возвращаясь К предохранительным Мерам Что нельзя Садиться В машину Нельзя Никому Помогать И Слушать Надо Прежде всего Вообще Свою интуицию Я все Буду Сейчас Приводить К собственным Ощущениям Телесным Просто Это Шиза Это Реально Шиза Друзья Она В Мексике Живет Это Просто Шиза Это Ша Уе Друзья Мои Чувствам И к мыслям Которые Как бы Пробежали Ну например Мысль Какой-то Этот Мужик Странный Что-то Есть В нем Да Ну да Это Как бы Стандартные вещи Нельзя к людям Садиться В машину Это Факт Утковатое Потому что Наш Зверь Наше Тело Все Знает Ну кстати Я согласен Ауры Скама От Вероники Степановой Не исходят Шуе Шиза Исходит Ну вот Какой-то Такой Чего-то Нечисто Плотного Нет в ней Это Факт Мы По какой-то Причине Его Не слушаем Мы По какой-то Причине Пытаемся Каждый Раз Его Проигнорировать И себя Обмануть Вспоминайте Мои слова Имейте Это В общем Короче говоря Нельзя Ни в коем Случай Подвозить Посторонних Останавливаться Рядом С машиной Которая Сломалась Я понимаю Как бы Это Бесчеловечно Не звучало Но вспоминайте Теда Банди Да и не только Теда Банди Очень многие Маньяки Делали Именно так Они что-то Голосуют Или подвези Или у меня Сломалась Машина Или у меня Рука Перебинтованная Помоги мне Эту табуретку Затащить Все бывает Именно так Вернее Очень часто Бывает Именно так Поэтому Как бы Это не звучало Как бы Это не звучало Увлекательно Завлекательно Остановиться Помочь человеку Не остановилось Вы можете Вызвать Для этого человека Если вы Очень хотите Ему помочь Полицию Пожарника Спасателя Можете вызвать Ему Вот эти Это маньячка Это женщина Маньячка Значит Службы Какие-то Которые Чинят машины На дороге И так далее Но самостоятельно Бросаться И помогать Нужно Тридцать Три раза Подумать Это все О том Что Большинство Жертв Так сказать Сами Виноваты Пренебрегали Вот этими Самыми Простыми Примитивными Примитивными Правилами Не нужно Ходить ночью По городу В одиночестве Не нужно В одиночестве Ночью Заходить В свой подъезд Не носить Кто-то Узкую Короткую Юбку Не засиживайтесь Где-то Долго В гостях Останьтесь Там Ночевать Все Останьтесь Там Ночевать Ну Что это Такое Элементарные Вещи Которые Я вам Напоминаю Мексиканское Кресло Так Что мы Делаем С вами Дальше Что мы Делаем Все-таки Представим Что Вас Похитили Слушайте Странные Вещи Но Она Объясняет Такие Какие-то Базовые Вещи Вот Оно Может Быть Даже Кому-то Полезным Если Смотрят Это Какие-то Девчонки Молодые То Это Может Быть Даже Для Кого-то Полезным Значит Нет Возможности Бежать То Вы Всегда Должны Отслеживать Вот Этот Момент Действуйте По Ситуации Вот Это Самое Главное Просто Жесть Действуйте По Ситуации Правило Да Слушайте Свою Интуицию И Действуйте По Ситуации Потому Что Ситуация Может Быть Самая Разная Например В Один Момент Если Вы Будете Пользоваться Телефоном Это Может Вас Спасти Да И Было Логично Им Воспользоваться Это Полная Шиза Друзья Мы Это Реальная Шиза А В Другой Момент Если Вы Решите Воспользоваться Вообще Не Напрягает Что Такие Люди Существуют Мне По Кайфу Главное Что Топовый Донат Кто Перебил Уже И Показал Топовый Донатер Покажи Себя Больше Тысячи А Лучше 20 24 Чтобы Сыграло Неплохой Звук Это Может Вас Погубить Вас Просто Пристрелят Правда Что Мы Можем Посмотреть Множество Фильмов Среди Заложников Так Ведь Так Так Ведь Так Хорошо Скажут Так Ведь Так Согласен Например Вы Можете Попасть Я не знаю Там В банке Снимаете Какие-то Деньги Террорист Зашел Не террорист А грабитель Зашел В этот Банк Всех Завалил Заложил Положил На пол Начал Как-то Грабить Эти Кассу Если Вы Начнете Звонить Не так Происходит Имейте Ввиду Вот Этот Грабитель В данный Момент Находится В чрезвычайно Стрессовой Ситуации Он Еще В большем Стрессе Чем Вы Человек Который Лежит Поэтому Нужно Ему Посочувствовать Помните Это Он Боится Намного Сильнее Вас Понимаете Потому Что Его Могут Не только Убить Ну И Посадить На Очень Очень Много Лет Не только Убить Но И Посадить Это Реально Это Видео Показывает Как я Иногда Заговариваюсь Говорю Что Типа Топовый Донатер Получит Трек Трек Который Топовый Донатер Получит Книгу Или На стриме Со славой Что Разыгрываем Трек Топовый Донатер Получит Книгу Которая Топовый Донатер Получит Трек То же Самое Похоже На то Как я Заговариваюсь Садиться В тюрьму Они Не Собираются Соответственно Он Находится В еще Большей Ответственности За всю Эту Ситуацию Поэтому Мне кажется Это не так Работает Мне кажется Это работает Не так Какое-то Неловкое Может Обернуться Чем-то Очень Очень Печальным Поэтому Значит Ни в коем Случай Нельзя Вот К разговору Про Агрессора Нельзя Его Тревожить Еще Сильнее Нельзя Начинать Этому Агрессору Угрожать Нельзя Пытаться Включать Какую-то Истерику И поддаваться Этой Истерике Нужно Слушать То Что Вам Говорят Если Вы чувствуете Что Эту Ситуацию Никак Сейчас Не Изменить Если Вы Понимаете Что Вам Не Вскочить И Убежать Потому Что У него Автомат Если Вы Понимаете Что Нет Никакой Помощи Рядом То Действуйте По Ситуации Короче В принципе Живете Вы Там По Жизни У себя Что-то Случается И Не важно Маньяк Террорист Бабка У Метро Действуйте По Ситуации Нормальный Блин Супер Коуч Я Тоже Могу Так Друзья Если У вас Есть Какая-то Ситуация Там Я Не Знаю Что Сложилось У вас Там В школе Проблемы Там На Работе И Так Далее Вот Есть Неплохая Ссылка По Нее Можно Перейти Закинуть Донатик Ну Там Вообще Любой Но Желательно Побольше И В принципе Это Нормально По Ситуации Работает Просто По Ситуации Действуете Кидайте Донатик И Все Наладится Банка Вы Находитесь На Полу Ваша Задача Спокойно Слушать То Что Вам Говорят Обычно Вам Говорят Лечь На Пол Уткнуться Носом В пол Обычно Вам Говорят В фильмах 30 Года Вестернах Обычно Говорят Да Это Класс Это Факт Пришел Донатик Просто Есть Ссылка Переходим И И Все Привет Анальники Спасибо Большое За Донатик Тянучка Мне Кажется Когда Врывается Бандит И Кладет Всех Вот Если Есть Бандит Который Врывается Куда То В банк Кладет Людей На Пол Он Обязательно Кричит Привет Анальники Потому Что Другой Бандит Делал Точно Не Так Все И Не Шевелиться Скорее Всего Если Вы Так Будете Делать То Все Будет Нормально Он Быстро Заберет Свои Деньги Если Вы Начнете Какую То Истерику Вероятность Того Что Вас Пристрелит Очень Велика Просто Действуйте По Ситуации Если Захотелось Истерику Устроить Делайте Истерику Как Вам Покажется Лучше Опять Что Касается Кнопки Вызова Также Чувствуете Эту Ситуацию Если Вы Можете Сделать Это Незаметно Вы Делаете Это Незаметно Если Незаметно Это Не Сделать Мне кажется Вообще Нельзя Нельзя Жить По Законам Вероники Степановой У вас Не Получится Фейл Произойдет На первом же Маньячелом Ну Ладно Ваша Задача Его Убить Не Нужно Бояться Его Как То Поранить Этот Страх Это Просто Жиза Я Был Реально Дискуссию Вероники Степановой И Александра Невзорова Которую Бым Модерировал Глеб Фараон Мне Кажется Это Трио Может Просто Победить Победить Вообще Всех Просто Всех Они Смогут Все Плохие Вещи Ваша Задача Маньяка Убить Все Если Завязалась Драка Потому Что Вот Эти Легкие Если Завязалась Драка Просто Убей Маньяка Просто Убей Маньяка Если Завязалась Драка Маньячелло Какие-то Ударчики Девичьи Да Ну Вот Они Только Возбудят Его Сильнее Просто Убей Сис Какая Проблема Просто Убей Чего Вреть Не Надо Думать Что Ему Будет Больно Или Еще Что Это Просто Убей Его Заходите В Эту Схватку Все Его Нужно Добивать Дальше Так Значит Про Побег Имейте Ввиду Также Этот Побег Во-первых Ваша Задача Всегда Отслеживать Куда Вас Увезли Запоминать Малейший Реально Ваша Задача Просто Отслеживать Просто Вы Делаете И Все И Детали Кто Был Где Был Какая Тропинка И Так Далее Всегда Надо Иметь Ввиду То Что Нужно Убегать Но План Побега Должен Быть Четко Оправдан То Это Не Должно Спровоцировать Его Еще Сильнее Понимаете То Это Не Нужно Делать Очень Очевидно Вскочил Убежал Этот План Должен Быть Очень Четким Вы Слышите Кстати Что У Соседи Вероники Степанов Ремонт И Кто Том Хуярит Дрелью Дальше Для того Чтобы Этот План Был Не Дебильный А Очень Стратегичный Старайтесь С собой Собладать Да Максимально Фокусируйтесь Собладает Он С собой Собладает И Все Будет Хорошо Внимание На Дыхание Все Это Нужно Продышать И Ни В коем Случае Нельзя Впадать В Панику Паника Может Все Только Усугубить Следующий Важный Момент Можете Прямо Себе Записать Что Кричать Нужно В определенных Ситуациях Я хоть бы Муская Кричать Не Нужно Она Сказала Нужно Блять Вот Я Вообще Не Угадываю Мне Кажется Если Б Я Играл Ну Типа Догадайся Правильный Ответ Я Б Не Вообще Не Победил Ни В Одном Ситуациях Если Кричать Можно Да То К вам Не Представлен Пистолет И Вы Чувствуете Что Кричать Можно Надо Кричать Что Нужно Кричать Если Вы Будете Кричать Просто Простые Слова Убивают Помогите Вероятность Что К вам Кто Обратится Не Столь Высоко Кричать Нужно То На Что Среагируют Все Пожар Например Patreon Точка Ком Слэш Замай 86 Горин Вот Эти Слова Нужно Выкрикивать Да Все Выбегаем Спасаемся Пожар Пожар 2024 Децл Родной Здравствуйте Ну Здравый Смысл Они Точность Могут Победить Это Факт Друзья Мои Здравый Смысл Они Точно Победят Децл Новый Топовый Донатер 2024 Пришел Просто Сказал Своё Слово И Продолжаем Спасибо Большой За Донатик Слушай Реально Надо Кричать Навальный Тогда Менты Приедут Это Факт Надо Кричать Навальный Она Блин Вроде 23 Января Аня 20 Года Сейчас У нас Уже 21 До сих пор Думаю Что У нас 20 Год Этому Видео Больше Года Мы Горим Все Выбегаем На улицу Все Выбегаем На улицу Вот Те слова Которые Ваша задача Мне кажется Вот этот На пожар Вообще Сейчас Уже Никто Не Выбежит Все Уже Как-то Привыкли Что Раньше Были Деревянные Дома Там Что-то Могло Гореть А так Надо Что-то Я не знаю Что Кричать Если Не Навальный То Надо Кричать Путин Точно Менты Прибегут Тоже Прибегут Если Вы будете Кричать Помогите Насилуют Вероятность Ну Сами Задайте Вопрос На какой Крик Вы будете Реагировать Реально Я только На Крик Пожар Буду Реагировать Если Вы будете Слышать Что Кого Там Прибивают Убивают То Вероятнее Всего Сожметесь Вам Будет Страшно Как То Действовать Ну Ну На Хер Там Вальки Муж Глаз Там Выбил Там Нос Сломал Ну На Фиг Пусть Сами Разбираются Вот Эта Реакция На Сам Деле Пусть Сами Разбираются Ну Тут Есть Логика Определенно Здесь Вот Здесь Есть Логика Посвящается Миша Ваше Самая Лучшая В мире Песня Крик Хамут Спасибо Большое За Донатик Да Это Факт Это Новый Интернационал Хуже Будет Да Если Я Сейчас Вылезу Не Хочу Быть Свидетелем Какого То Преступления Вот Эта Реакция Большинства Мало Какой Герой Спасатель Кинется Спасать На Помогите Убивают А Пожар Горим Выбежит Каждый Первый Согласны Но Если Вы Услышите Пожар Вы Вероника Степанова Она Уважает Многоэтажки Если Пожар Горим Правильно Мне кажется Там же Какие-то Есть Алгоритмы Действия Выбегать Неправильно Надо Осторожно Там Как-то Выглядывать А если Там Уже Задымление То Туда Выбегать Нельзя Так что Это Такое Двойственное Все Чтобы Выбежали Все Ваша Задача Крикнуть Пожар Горим Пожар Так Дальше Значит Это Мы С вами Решили Да Как Нужно Все Это Сделать Что Действовать Обязательно Нужно По Ситуации Теперь Если Речь Идет О том Что Вы Вошли В Диалог С Вашим Агрессором Посмотрите Сейчас Я буду Говорить Очень Важные Слова Ну-ка Давайте Набираемся Сил Начинаем Ваша Задача Потихонечку Зайти С Ним В диалог Ни В коем Случае Не Демонстрировать Ему Испуг Потому Что Агрессор Подпитывается Вашим Испугом Чем Больше Этого Испуга Тем Больше Этого Крика Короче Не Пугаемся Не Пугаемся Просто Отвлекаем Пожар Пожар Горим Убегаем Больше Возбуждение У вашего Агрессора Ваша Задача Несмотря Ни На Что Демонстрировать Спокойствие И равнодушие Чуть Усыпить Его Бдительность И Выводить Его На Диалог Понять Что На самом Деле Во-первых Ему От Вас Нужно Выкуп Или Что Выкуп Нужен Выкуп Бро Связан Просто Если Тебе Нужен Выкуп Просто Пришли Донат Мне кажется Напрямую Работает И я Как бы Тебя Тогда Осввожу От Маньячеллы По Ситуации Просто Действуем Ужасно То Что Я Сейчас Рассказываю Само Понимаешь Что Это Ужасно Ну Все Таки Все В Жизни Может Случиться Всякое Бывает Значит Короче Говоря Если Вы чувствуете Что Где-то Связаны Ваш Задача Тихонечко Зайти В Диалог Дальше Заходим В диалог ВК И говорим Маньячелла Пожар Горим Здесь Вот Когда Ко Мне Приходит На Консультацию Очень Сложный Клиент Откуда У нее На Консультации В Мексике Сложные Клиенты Как Работает Эта Женщина Какая Система Четко Понимаю Сейчас Те Психологи Начинающие Которые Меня Смотрят Я Начинающий Психолог Самыми Сложными Какими-то Пациентами Включать Материнскую Терапию Так Вот Сагрессором С этим Маньяком Драчилкой Неважно Кто Маньяк Драчилка Как Нежненько Говорит Маньячелла Маньяк Драчилка Анальник Ну Нужно Потихонечку Включать Вот Эту Материнскую Терапию Но Это Мудрая Женщина Я Думаю Что Все Люди Кто Приходил К ней На Прием Вообще Просто Излечились Максимально Выводить В детское Очень Очень Детское Состояние Вспоминайте Фильм Красный Дракон Кто Его Не Смотрел Энтони Хопкинс Гениальный Актер Обязательно Посмотрите Один Из Фильм Земляне 2005 Года Смотрим Все Вот Этих Значит Серий Там Был Такой Момент Как Полицейский Ворвался В комнату И Обнаружил Как маньяк Удерживает Его Сына Пытается Его Каким-то Образом Пристрелить Как он Усыпил Бдительность Буквально За несколько Секунд У этого Маньяка Вспоминайте Это на самом Деле Классический Случай Он Стал Ему Читать Его Дневник Грубо говоря Он Прочитал Его Дневники Этого Маньяка И Взял Этот Эпизод Как Этого Маньяка Воспитывала Безумно Садистичная Злая Бабушка А наши Маньяки В детстве Практически Каждый Первый Страдали Чем Энурезом Они Писывают Чем Садистическая Бабушка Энурез Эта Бабка Злобная Избивала Нашего Вот этого Маньяка Из красного Дракона За то Что тот Писался Она Говорила Ему Жуткие Вот такие Слова Это В ДМБ В первой Части Был Этот Кстати Панин Играл Чувака Который Не Хотел Идти В армию Из-за Того Что У него Мать Доярка И он Всегда Сытся По Расписанию Дикий Прапор А вот Этот Зовите Меня Себастьян Перейра Торговец Черным Золотом Он Ему Говорил Ничего В армии Ты еще И сраться Начнешь Какаться Да Я Сейчас Тебя Обстригу И с этими Ножницами Бегала За ним Да Ужасно Ужасно Наш полицейский Проделал Те же Вещи Он Зашел И стал Кричать На Своего Ужаря Если Есть ДМБ На Ютубе В прямом Доступе Мне бы хотелось Посмотреть Это Гениальный Фильм Просто Бомба То есть Он Увидел Что Его Ребенок Описался И Он Стал Бабушкины Слова Которые Бабушка Говорила Этому Маньяку Говорить Своему Ребенку Ах Ты Гаденыш Ты Описался Я Тебе Сейчас Твою Писечку Обстригу Тем Сам Она Неплохо Отыгрывает Была бы она у Юрия Дудя А это было бы неплохо Что он такое делал Он поднял Детский слой Переживаний Этого Маньяка Она все подводит К тому что Вы сейчас маньяк Он держит у тебя Ствол у лица Надо вызвать Детский слой Переживания Тот не выдержал Друзья 20-24 топовый Донат Децл Шейхи Вы можете побить Это И получить Не просто Артефакт А еще и Книгу Которая вам Поможет посадить А может быть и маньяка Завязалась драка Вот и все Ваша задача Перейти к детской С прослойки Этого маньяка Он не только Взрослая часть Перед вами Не нужно наделять его Чем-то особенным Ваша задача Увидеть в агрессоре Не обязательно Это маньяк Это может быть Кто угодно Сейчас еще Один истории Приведу Увидеть ребенка Да Затравленного Забитого За шугу на Того ребенка Которого Очень жестоко Били и унижали В детстве Ребенка Которого Заставляли Голыми ножками Стоять на горохе Вспоминая Случай Были это 90-е годы Мы стояли С моей сестрой Нам было лет 15-16 И с моей мамой На остановке В Сестровецке И ждали У-у-у Сестровецк Автобуса Сестровецка До Санкт-Петербурга Пока мы ждали Этот автобус Уже Вечерело Так сказать Подъезжает Какая-то БМВУХА Там сидят Вот эти Рыы Из 90-х Их было Я уже не помню Сколько Может быть Их было двое Может быть Их было трое Не помню точно Короче говоря Они подъезжают Опускаются Окошки Ну че Девчули Давай покатаемся Та-та-ри-та-та-да Та-ри-та-та Один из них Водитель Отлично Спела Эту песню Сельтобишь Вышел Подошел К нам И начинает Значит Уже В такой Манере Нас практически Заталкивать В это БМВ Что делает Моя мама Поскольку Моя мама С многолетним Стажем Педагог Она Долгое время Работала В детском саду С детьми Вот она Оказывается Откуда Все Все Проблемы Веронички Из того Что мама Педагог вот она ее и научила как бы ну потом уже материнской педагогический что ли стаж она сразу может увидеть в этом взрослом она ему сказала ты чё бля двоечник уёбывай отсюда уроки делай ребенка что она делает смотрите сейчас запоминать она запоминаем ходит к нему и говорит как тебя зовут лёша ну ты посмотри на свои плечи они же у тебя все сгорели да эти плечи лёша смотри ты сейчас приедешь домой можешь заехать магазин обязательно купи себе кефир ряженку сметану она не говорила что смысле плечи он был он был без футболки получается сестра рецк лето он без футболки на бэхи едет и она ему говорит лёша у тебя просто плечи сгорели какой-то кисломолочный продукт лёша слушай меня это на этим кисломолочным продуктом тебе намазать вот эти плечи лёша послась от маньяка положить прохладную тряпочку понял потому что лишь если ты сейчас это не сделаешь ты приедешь домой и у тебя все на следующий день покроется волдырями сочится кожура вот это будет отваливаться это будет голая просто кровавая дыра лёша ты понимаешь меня что сейчас тебе говорю внимательно слушая ну ладно ну хорошо вот это сказал лёша пойду домой тогда скорее мазаться вот кефирчиком как и рассказала моя мама обратилась с позиции родителя к лёшиному ребенку и позаботилась алёша я сейчас привожу короче нужно позаботиться о маньяке она же все подводит к тому что нам взять вот она начинает она запрягает 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 мы должны поехать и узнать что же будет так той случай который чрезвычайно показателен как имеет смысл взаимодействовать с агрессором понимаете да о чем услышали вот эти хорошие тимучка сейчас прислал донатик уши пожар горим плечи сгорели на хуй тянущий спасибо за донатик лёша пожар горим плечи сгорели на хорошо хорошо ваша задача проделывать только таким образом у вашего агрессор агрессора можно усыпь маньячева хотя бы на время эту бдительность это такой самый обратиться значит материнскому растению хорошо вообще привести его хоть чуть-чуть в какие-то чувства так вот к не они договорила когда ко мне приходят на терапию очень сложные люди на лес и какие-то я их молниеносно тот кто не хочет перебить топовый донат отправляю в детские переживания молниеносно молниеносно просто хотя вот какая ты была в три годика а вот расскажи как блять ужас это просто приходишь и думаешь раз что-то у меня плохо все это какой-то режиссался в три года как у тебя может быть что-то быть хорошо ты же ссыкло 5 годиков они вот и не понимают иногда зачем я это делаю я просто понимаю что мне по-другому сейчас с ней или с ним не справиться вот столько вылезает какой-то из нее черт андрей прислал соточку степанову в антихай привет дима из ростова дима из ростова респект привет как бы и все такое респект за донатик мухи говнище у нас реально шизов достаточно у нас есть виктор sd древнейшись злости до какой-то на храпистости вот желание сейчас начать истерить и так далее что я чтобы быстро так погасить это быть потихонечку не отправляемся в ее детские воспоминания да уж страшное дело так страшное дело ребенка господа родители кто меня сейчас слушает ваша задача вашим детям рассказать о том что взрослый человек это не значит что он очень правильно виктор sd ака садист да и умный и знает да заставьте детей усомниться во взрослых людях что неважно сынок какая бы форма не была на этом человеке хорошая вещь хорошая интересная мысль белый халат что угодно усомнись в нем это совершенно не означает что он хочет долю тебя добра очень много больных людей которые пристают к маленьким детям им очень нравится к ним приставать поэтому когда к тебе кто-то подходит он не должен к тебе подходить вот кстати говоря американские дети это очень хорошо знаю а вот когда моя дочка училась американской школе кстати многие дети вот да не знаю правильно это или нет но многие дети вот я сначала иногда детей на улице они что-то куда-то придут какими-то кажутся потерянными что-то то ли одни то ли не одни всегда думаешь там хочешь помочь там типа ты почему тут один как бы там да ты как бы не нам не нужна ли помощи дети как бы шугаются это вот это сложный такой момент да они могут им нужна реально какая-то помощь но они могут шугаться того что к ней может кто-то подойти и помню так один парень какой-то мальчик реально что-то с телефоном плакал стоял игру где твоя мама там это да причем на трассе там такое достаточно техническое где ничего рядом нет он будет нет нет что-то там говорит нет что-то там уходил и плакал я на расстоянии стал где-то метров ста стоял смотрел пока реально там к нему там мать на машине не приехала и забрала его минут через 15 вот это как бы я думал как ему помочь и нужна ли ему помощь он не может так бы даже ответить в этом что мне в ментовку звонишь у тебя бы тут ребенок какой-то вот это такая слов сложная вещь она напрячетка знала что там никто не обнимается никто не целуется с преподавателями никто то есть этого нельзя делать нельзя дарить никаких подарков и прочее все дверьки стеклянные прозрачные все должно быть видно что происходит взрослый человек трогать маленького ребенка не должен взрослый человек не должен разговаривать с ребенком нет его родитель но если он потерялся ему нужна помощь и так далее ну короче типа какая-то стану такое это конечно спорно то есть вот этой коммуникации между это это детей заставляет бояться всего и вся но как-то наверно лучше в ребенке развивать какие-то вещи не всего общего доверия а какого-то ну типа подхода действую по ситуации до чем просто он прикинь будет шугаться я знаю есть были такие ситуации короче знал там в одном дворе где жила моя бабушка был мальчик который каждый раз бежал домой вот у нас большая компания там детей тусит и так далее мы там что-то там в карты играем еще что-то и как только появлялся во двери какой-то незнакомый человек или машин заезжала он бежал сразу домой и всегда это даже детьми выглядело ну как бы как бы странно что мы типа вместе нас много и как бы ну там типа угрозы определенные не существуют да но этот человек всегда бежал домой взрослым ребенком быть не должно вот что ваша задача мне правильно это хуйня какая-то подарки пойдем я тебе котиков покажу конечно ходить никуда ни с кем не надо это факт ну ах побросаю иди посиди у меня на коленочках и прочие вещи сразу должны восприниматься ребенком как то что нужно кричать и убегать понимаете в чем дело сейчас еще про немножко про эффективность расскажу что эффективность еще друзья топовый донат 2024 человек который побьет его или нет получит книгу особенную в этот раз и вот этот терновый венок который жмет мне и страдает моя душа вот выше забыл вам сказать что отслеживаете у себя вот эту виктимность жертвенное поведение которое вы транслируете потому что агрессор всегда ищет именно жертву он ищет человека послабее поэтому задавайте себе вопрос что вам не делает меня жертвы возможным то есть ребенок если к тебе подошел кто-то и хочет чтобы разговаривать и мульчу блядаебался чтобы сразу нашу жертве не жертва и не какое-то жест и мимика взглянишка нормально как всегда мы не так часто смотрим но вероничка делает классический движ свой как бы настоящий правильный вот как бы хорошо это хорошо а моя какая-то сутулость прочие вещи просто сутуло здесь у тебя там мастиохондроз или какое-то еще что-то там ты сутул и просто ты выглядишь как жертва возвращаясь к нашим детям детишек тоже обычно педофильчики выискивают очень жертвы до пильчики такие милые педофильчики ну пипец очень бесхозных таких с сопливыми там какими-то лицами грязненьких колеса они очень любят работать рядом в каких-то значит учреждениях где благополучные детишечки да какие-то интернатики и прочие там дернатики педофильчики интернете ки детишечки сопливенькие ну что там где детки жертвенные за них никому постоять сытого ребенка какого-то такого очень смелого очень сложно подвергнуть педофилическому насилию понимаете который отстаивать свои права дочка вчера пришла ко мне рассказывать мама сейчас это уже не американская школа сейчас это уже мексиканская ну блин у нее муж если почему она переехала в мексику как она кайфует странная ситуация мама ко мне подошел учитель а у них чуть меньше микс они более такие теплые и они в меньшей степени знают вот эти жесткие законы как в америке допустим что детей преподаватель не имеет права нацеловывать и обнимать с этим все строго миксы нацеловывают и обнимают детей ебаные педофильчики и подходит преподаватель по испанскому языку протягивает руку говорит что-то такое типа молодец серафима дай там дай мерафима значит знаем уже как ребенка зовут ему твою руку она ему говорит я не буду пожимать тебе руку он говорит ах ты ебаные русский ребенок неприятный обиделся и говорит с когда мне хоть один аргумент по которому ты не хочешь пожать мне руку ты педофильчик у тебя грязные руки вот это ребенок нормальный у нее ребенок у меня грязные руки мне они противны неприятные твои руки говорит мне моя серафим говорит ему моя серафима он ей на это отвечает послушай ты пять минут назад играла в волейбол играла волейбол у тебя был в руках грязный мяч почему тогда ты не боялась испачкать руки она ему отвечает это была игра после которой я помыл и руки просто у них какой-то врачи великолепный реально дискуссия происходят как вообще какие-то интересные жизни живут эти люди твои руки мне неприятны я не хочу держать тебя за руку и она говорит это было не будет вот это девочка да и мать конечно только что ему ему ногой коленкой в пах не ударила здесь такой отбор преподаватели берут самых-самых он так оскорбился и так обидел антиновский диалог это реально говорил марселос волос и как бы еще один человек но как бы с другой стороны пусть лучше она будет настолько смелой и пусть лучше она отвечает вот так вот грубо взрослому нежели она вяло протянет ручку и поздоровается потому что взрослый ну такое не знаю мне кажется это злой ребенок человек ей это сказал понимаете то есть лучше пусть у ребенка будет вот такой так не надо меня трогать и срочный человек все отойди я сам разберусь сейчас я сам позвоню маме и узнают так ли это мама тут микс хочет чтобы я руку поливала настраивать детей они так как в моем детстве что если взрослый человек не сказал ну хорошо да вот это хорошо чтобы типа что взрослый как бы не в давлеющем положении находился относительно что что он авторитетен базово да это нормально ну конечно блять ребенок у нее не воспитан надо его сожрать уже взрослый он лучше знает понимаете вот эту дурость у детей свой надо из головы ну и в чё-то и значит часть часть мудрого в этом есть часть в этом что-то есть такое все дорогие мои любимые я это вам основные вещи рассказала через записывать как вам моя это самое как и вообще бомба балериночка балериночка хорошенькая балериночка сейчас активно балетом занимаюсь и она и балетом еще и занимается вообще просто бомба жилом скоро видео как как я занимаюсь балетом вам интересно напишите как я конечно просто у нее взгляд безумный я буду готовить для вас видео ответы я просила вас на 1 задавать мне вопросом и в инстаграме и на ютюбе вами их на позадавали я сейчас буду на них отвечать мне неплохой инстаграм называется вероник 22 тысяч одиннадцатый год как правильно там 2011 20 тысяч одиннадцатый год вот так вот понял 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 ну что друзья подходит подходит нормально мы с вами нормально мы с вами посидели ксению собчак обоссали да ужасно конечно да ксения собчак это не профессионал хуже юрия дудя тем интереснее посмотреть будет документальный потук юрия дудя да как то раз утром в 4 шли по улице от анголе ребенок 3 плачет лет плюс а рядом игровой зал не сразу мусоров вызвали а он убегать начал к рч такой пиздец мне трудно оккупантским шрифтом печатать да понял о максим маржом женой нормально ржем женой топовый донатер новый максим 3000 рублей это значит что возможно топовая книга и вот это венок из роз достанется максиму надежда грайма написал игровой зал ребенок плачет оккупантский шрифт ну что ж сказать и что в итоге случилось надежда грайма чем закончится ребенок убежал как бы его спасли менты или нет тому подобное что децела делает ответный ход или делает кто-то еще ответный ход давайте друзья ржем ржебомба в общем ксения собчак конечно разочаровала блин она вроде вот это странная часто думаю про ксению собчак да ну или не часто думаю или не думаю про нее но у нее все возможности кстати не была такая тема я уже говорил про то что когда-то когда работала ксения собчак на дожде она считалась очень крутым интервьюером и что она брала хорошие интервью и все тому подобное и уважали за это и в общем типа славилась она какими-то такими совершениями в этой области а потом оказалось что она была хорошим интервьюером потому что у нее в микро наушники был михаил зыгарь такой все-таки человек профессионал до своей области наверное не не самый глупый на этой планете и я подумал что вот когда был правильный редактор и правильная команда рядом с ксении собчак тогда она делала какие-то вещи за которые ее можем было уважать сейчас это конечно делается абсолютно как-то очень странно и непонятно децл делает ответный ход ответный ход это факт повезло повезло децл 30 34 просто сразу через две минуты делает ответку шейхи шейхи принимают эту игру донатная полоска заполнена на 60 и все тому подобное друзья ну что могу сказать ждем ответного хода или не ответного хода от шейха максима или от шейх от децла вот так и в короче ксения собчак конечно странная как-то вот может она себе нанять нормальную даже вы знаете что вы знаете я вам что сейчас скажу многие знают и так знают а я вам скажу доппельгангер 3 3 3 меньше чем 3 спасибо большое всегда всегда рад вы знаете что даже на у ксении собчак на выпуске со славой кпсс одним из редакторов был сам иван голунов иван голунов работал у ксении собчак не знаю продолжает ли он сейчас я не знаю какая точная роль которую выполняет иван голунов но иван голунов был редактором у ксении собчак давайте пока мы ждем что мы поможем посмотреть константин как всегда константин как всегда большой респект но правила игры нарушены потому что разовый донат повышает повышает вот так вот спасибо большое тернальдис за 250 большой респектик константин пора бы уже правила выучить мы столько вместе давайте посмотрим пока ждем а или не ждем ответочку но все равно децл сейчас главный главный делает главный превышает уровень трек виктора sd за май может быть что то есть покороче может быть какой-то реп клип который вышел вдруг вдруг реп клип вышел и мы посмотрим может быть на что-то за флоу вышло может быть вы выходить чтобы я посмотрел клип репера оплодает как он такое а как вам такое вроде никаких интересных клипов недавно не выходила или выходила что у нас тут маргенштерна мы смотрели группа тараканы выпустила клип снятый на московской акции протеста о все я нашел что можно посмотреть группа тараканы делает грязь мы должны посмотреть группу тараканы это почти как порно фильмы и давайте давайте мы подумаем что мы можем узнать из клипа группы тараканы как вам такое вы хотите посмотреть клип группы тараканы это интересный опыт мне кажется нас может немножко тряхануть константин децел все еще топовый донатер в данный момент так группа тараканы и идем спать если шейхи не врубятся в игру клип снятый на акции протеста я хочу сказать да на акции протеста то есть где-то там в пучинах событий снят этот клип а а а а а будут ли на стримах разборы альбомы в бульвара депо и айсик свана разор спасибо большое за донатик я думал сделать разборки зару и бульвара депо потому что у них между ними скажем так есть искра любви может быть когда-то доберемся в принципе сейчас есть то есть фейс выпустил две эпишки можно обосать лицо можно послушать кровосток еще что-то выйдет скриптонит надо послушать альбом лакимина выйдет скоро альбом букера мне кажется я устрою баттл альбома букера и лакимина вот так вот как вам кажется ну в общем вот так вот а константин я понял да ну блин тут как все у тебя значит интернет долгий ммм и потом деньги обратно в революте надежда грайма респект полеты на снг а как не пустят же сейчас же ковид могут быть только полеты которые а если ты там живешь типа а так реально не пустят так давайте еще начнем как бы похоже на nothing else matter музыкальный этот гитарка